Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы начинаем нашу очередную встречу цикла 14.30. Встреча о молодежи, для молодежи и с молодежью. Сегодня мы поговорим на тему медиа, на тему того, как молодежь отражается в медиа сфере, на тему молодых специалистов, которые здесь работают. Мы обязательно проведем голосование, узнаем ваши мнения по разным вопросам, поговорим про интернет, поговорим про традиционные СМИ и поговорим, конечно же, про контент. Что должно быть, чего не должно быть в медиа сфере. Вначале приветственное слово представляет Судамир Ильдусович Фатахову, министр подвал молодежи Республики Тарстан. Добрый день, уважаемые коллеги. Позволю себе так высказаться. Я постараюсь коротенько, дабы, я думаю, что вот этот и диалог, и дискуссия, которые будут сегодня, я думаю, будет интересной. Во всяком случае, на это очень рассчитываю. Я, в первую очередь, хотел всех поблагодарить, кто решил принять участие в нашей открытой встрече, в той череде встреч в формате 14.30. Сегодня она посвящена медиа, влиянию медиа и вообще партнерства или не партнерства, или точнее, я для себя в каком-то смысле тоже хотел бы услышать ответ на вопрос, должна что-то власть делать в лице, в данном случае, министерства молодежи, влиять на какие-то процессы, или все должно регулироваться рынком. И при этом, что все-таки должно делать молодое министерство для развития СМИ в нашей республике, молодежных СМИ, для создания той среды, в которой будет появляться актуальный, интересный формат, который будет востребован, интересен для молодых людей. У меня внутренне, у нашей команды есть ощущение и понимание значимости этого вопроса, наверное, в двух аспектах, я очень коротко постараюсь на них остановиться. Во-первых, это наличие профессиональных, разных по своему контенту, содержанию позиций средств массовой информации, особенно сейчас, в нынешнее время, как нам кажется, очень важны и очень актуальны. Для нас это, с одной стороны, в том числе, площадка для высказывания своей точки зрения, это инструмент для доставки, так скажем, информации до молодежи, нашей позиции, Министерства молодежи. При этом, безумно важная составляющая, это получение обратной связи, получение обратной связи от молодых людей через, в том числе, средства массовой информации, через участие молодых людей в жизни тех или иных СМИ, в том числе и собственными руками, журналистскими, и через высказывание своей позиции на этих площадках. Поэтому меня вот только что спрашивали, нужно, достаточно, недостаточно в нашей республике. В моем понимании вопрос даже не в этом, вопрос в запросе. И, как мне кажется, чем больше будет различных площадок, на которых и молодежь, в том числе, будет иметь возможность высказывать свою точку зрения, не разных площадок, я имею в виду СМИ, да, тем больше будет палитра мнений, будет палитра контента, какая-то здоровая, будьте здоровы, будет какая-то здоровая конкуренция в этом смысле. И для нас, как нам кажется, это важная составляющая диалога, открытого в том числе диалога с молодыми людьми, с нынешним поколением. И это хорошие разные площадки. При этом вторая, как нам кажется, очень важная составляющая этой работы, это контент, это содержание всего того, что производится на этих площадках. Ну, даже, естественно, в каком-то смысле для меня профессионализму журналистов, профессионализму людей, которые берут на себя ответственность и что-то формулируют, и формируют в каком-то смысле отношения, формируют мнение, а где-то и формируют целое поколение людей с определенной позицией. И здесь, безусловно, как мне кажется, очень важна компетенция, уровень подготовки. Для меня лично еще набор ценностей, каких-то нравственных составляющих, ценностных ориентиров данных людей. Но это уже больше такая, так скажем, субъективная человеческая оценка. Тем не менее, журналист, в моем понимании, и вообще человек, который несет какую-то информацию, он, безусловно, должен быть профессионалом своего дела с точки зрения глубины проработки материала, обоснованности своей точки зрения. Для того, чтобы мы, как потребители, имели возможность послушать разные, и я бы, безусловно, хотел, чтобы наши молодые люди имели возможность видеть, читать, слышать, воспринимать разные точки зрения и сформировать, сформулировать свою личную позицию, исходя из палитры. Поэтому, отвечая опять же еще раз на тот вопрос, как мне кажется, чем больше этой возможности у молодых людей будет, тем более как-то обоснованнее для себя они смогут сформулировать, наверное, свою какую-то позицию. Вот, по большому счету, вот в этих двух аспектах нам бы очень хотелось сегодня послушать, поговорить и услышать позицию, с чего не хватает, в том числе и молодым людям в нашей республике, какого формата, какого контента, и что нужно для того, чтобы это появилось, и в том числе, чем молодое министерство может оказать содействие для того, чтобы участвовать в этих процессах, для того, чтобы эта среда начала формулироваться. Или, опять же, это вопрос рынка, и мы в том числе, как и все остальные потребители, смотрим, пользуемся, высказываем свою точку зрения, но, так скажем, не вмешиваемся в эти процессы. Всем доброго дня, и я с удовольствием, как и вы, хотел бы экспертов, наверное, сейчас модератор пригласит, но присоединиться к залу. Спасибо, доброго вечера. Добро пожаловать, спасибо большое. До того, как мы пригласим экспертов, небольшой пролог. Цикл встреч 14.30 неразрывно связан с сайтом молодойминистерство.рф. Как это пишется? Кириллицей, вы видите это на экране. Кто был на этом сайте? Кто его видел? Поднимите руки, пожалуйста. Меньше половины, очень жаль, потому что это сайт для ваших инициатив. Заходите туда, выбираете раздел, где у вас есть идеи, мысли и проекты, которые можно реализовать, и предлагаете это, ну и молодое министерство все это изучает. Если мы говорим про СМИ, то есть одна идея, собственно, с сайта молодойминистерство.рф, и идея, которая давно уже витала в воздухе. Сейчас мы про нее и поговорим. Видите название на экране. Для небольшой презентации приглашаю Алла Абросимова. Всем добрый день, уважаемые участники встречи, уважаемые эксперты команды молодого министерства. Действительно, идея о том, что нужно уже, пора уже создать какую-то единую, уникальную площадку для развития, для прокачивания молодежи, о котором сегодня говорят, по повышению медиакомпетентности. И вот и такая идея родилась. У нас был проект Алтын-Калям, но он еще существует, у него более 20-летняя история. Какие-то идеи мы взяли оттуда, какие-то идеи мы взяли из коммерческих проектов в сфере повышения медиакомпетентности молодежи. И у нас возникла такая идея по созданию единого проекта, который будет называться Self-Made Media, сокращенно SMM. Можно следующий слайд. Что же это такое? Это первый многофункциональный молодежный продюсерский центр, который будет выполнять несколько функций сразу. В первую очередь, это 10 причин для того, чтобы стать нашим резидентом. Условно, резидентом может быть и один человек, и целая команда. Это и студенческие СМИ, это СМИ молодежных некоммерческих организаций. Первая причина — это уникальная площадка для развития медиакомпетенций. Впервые в Татарстане будет создана площадка, которая будет включать всю молодежь от 16 до 30 лет. Это и школьники старших классов, это и работающая молодежь, это и студенческие СМИ. Мы будем работать с ребятами по нескольким направлениям. В первую очередь, у нас будет 7 направлений. Спасибо. На свет мне говорят выйти. Первое — это направление копирайтинг, арт-дирекция, фотомастерство, видео и телепродакшн, подкастинг, бренд-менеджмент и диджитал. Постарались выбрать самые топовые, самые интересные направления для молодежи, которые сегодня пользуются спросом, пользуются интересом, и развивать молодежь именно по этим направлениям. Идем дальше. Секундочку, можно назад сделать шаг? Там написано 6 направлений, а всего 7. Какое это было последним, видимо, да? 7 направлений, спасибо. Идем дальше. Это интенсивная образовательная среда. Мы будем работать с трендсеттерами, которые сразу будут обучать нашу молодежь и приглашать ее к себе на дальнейшее трудоустройство для того, чтобы пополнять высокопрофессиональное портфолио молодежи. Это образовательная среда. Дальше, следующий наш слайд. Это трехязычное информационное поле. Мы будем работать и на русском, и на татарском, и на английском языке для того, чтобы привлекать еще иностранных студентов и повышать уровень языковых знаний дальше. Это технические возможности. У нас возникла идея создания медиаковоркинга. В Татарстане такого еще не было. И, в принципе, в России это есть только в одном регионе, где были предпосылки для развития такой площадки, где будут все технические возможности для молодежи для создания своих материалов, сюжетов, текстов и так далее. Идем дальше. Это дополнительное неформальное образование, которое сегодня дают не все образовательные организации высшего образования. Еще одна причина, почему этот проект, на наш взгляд, стоит реализовывать, это следующий слайд. Реальная практика в процессе обучения. Дальше, следующий слайд. Встреча с трендсентрами. Ну и еще две причины. Это то, почему можно сегодня развивать и говорить об этом. Действительно, раньше не было таких образовательных площадок. Были только либо для школьников отдельные программы, либо коммерческие проекты. Мы хотим создать единую, уникальную площадку для развития всей медиа, для развития молодежи в сфере медиа. Вот такая идея родилась. Надеемся, что министерству эта идея будет понравиться, и мы получим возможность ее реализовать совместно. Итак, спасибо большое. Но для того, чтобы этот проект реализовался не просто на бумаге, не просто на каких-то красивых презентациях, но еще и он оказался приближенным к реальности, нам чрезвычайно важно мнение тех людей, которые потенциально могут стать участниками этого проекта. Ваше мнение. Поэтому сегодня наша встреча не из разряда просто поговорили и разошлись. Нет, все самые главные тезисы, какие-то спорные моменты, все это мы будем учитывать и учитывать, собственно, для проекта Selfmade Media. Итак, пролог у нас завершен. Главная задача, одна из задач, понятно. Ну, есть еще одна задача для вас, да, понять, поспорить с кем-то, высказать свою точку зрения, это тоже очень важно. Пролог завершен, мы можем переходить к нашим темам. Итак, первый блок — это блок с условным названием «Медиа». Традиционные медиа, традиционные СМИ. Экспертов приглашаем сюда на эти замечательные красные кресла. Редакционный директор интернет-журнала «Инде» Юлия Туранова. Кстати, замечательно, жакет сочетается с цветом кресла. Главный редактор интернет-журнала «Энтер» Даниил Губайдулин. И директор медиа-центра «КФУ «Универ» Ильдар Азатович Каримов. Как мы и говорили, мы хотим узнавать ваше мнение. И первый вопрос, который мы выставляем на ваше голосование, звучит так. Следите ли вы за молодежными СМИ? Схему работы нашего сайта minty.com мы уже объясняли. Надеемся, что сейчас, если кто-то не понял, все-таки дойдет эта информация, дай вы справитесь с этим. По-другому быть не может, потому что мы все люди 21 века живем в 2К-18. Итак, следите ли вы за молодежными СМИ? Заходите на сайт rnwmenty.com, используйте пароль 391714, отвечайте на вопрос. Все предельно просто. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, ну или в ходе разговора. У вас будет время для того, чтобы это осуществить. А теперь к спикерам, уважаемые спикеры. Наш формат примерно следующий. Давайте так, пару минут на то, чтобы рассказать о вашем СМИ, о вашей работе, представить его аудитории. Ну и вопросы, которые мы адресуем вам. Как молодежный контент представлен в общественной информационной повестке? Есть ли будущее у молодежных СМИ? И нужны ли молодежные СМИ в 2018 году? Или же все-таки должны быть все вместе? Второй вопрос. Ну и третий вопрос. Как вы привлекаете молодежь? На какой площадке это эффективно? Юля, ну давайте мы начнем с вас. Журнал НД. Пара минут про себя. И дальше где вам обсуждение? Всем привет. Слышно ли меня? Видимо, слышно. Всем добрый день. Очень приятно и интересно присутствовать сегодня здесь. Но я не очень понимаю, кто здесь присутствует еще, чтобы мне понимать. То есть это ребята, студенты, правильно? Студенты. Это представители СМИ, это представители молодежных СМИ. Ага, классно, супер. В общем, все люди, которые имеют отношение… Блогеры, кстати. Кстати. Поэтому все люди, кто имеет отношение к слову «медиа». Привет, коллеги. Привет. Привет. Индэ – это интернет-журнал о жизни в Казани и городах Татарстана. Я просто задам первый вопрос вам, аудитория. Кто знает про Индэ, для того, чтобы мне понимать, как общаться с вами. Классно, спасибо. Большинство, в общем, знает, что мы делаем. Я немного расскажу, как мы это делаем и отвечу, видимо, на вопросы. Индэ существует уже практически три года. Мы запустили с 13 января 2016 года. Нас было совсем немного, всего шесть человек. Сейчас в редакции работает 16 человек. Мы пишем о том, что происходит в Казани и городах Татарстана. В общем-то, мы делаем это не одни в этом городе. Вот мой коллега Данил делает это вместе с нами. Здорово, что мы не одни, а нас, например, двое. Мне кажется, это классно. Мы не касаемся политической повестки. Мы не пишем про происшествия. Мы в основном пишем про культурную повестку, про благоустройство, про то, что происходит вокруг нас в городе. Но я думаю, что большинство из вас, если знакомы с нами, примерно понимаете, о чем. Для кого мы это делаем или кто нас, собственно, читает? Основная аудитория НД – это возраст 25-34. И следующий сегмент – это 18-24. То есть, собственно, та молодежь, о которой мы говорим, 14-30, правда, но чуть-чуть есть небольшой процент, более старшая аудитория. Ежемесячно нас читают около 100 тысяч уникальных пользователей, посетителей. У меня даже есть небольшая презентация, но я не вижу сейчас смысла, наверное, ее показывать. Слишком будет долго. Какие еще есть вопросы, может быть, сразу я могу перейти к вопросам. Да, смотрите. То есть, как бы молодежная аудитория есть, контент мы для нее создаем. Мы узнаем о том, что ей интересно, проводя разные опросы, спрашивая ее на разных платформах. А вот как мы доставляем контент и где, на каких платформах, я могу ответить, если это так происходит. Вы проводите опросы. Что опросы показывают? Что интересно молодежи? Я не могу однозначно сейчас ответить на этот вопрос. В разных сферах у молодежи много разных интересов. Сложно ответить на то, что им интересно. Все, что происходит вокруг. Молодежь – самая активная аудитория, и им как раз интересно больше, чем всем остальным. Хорошо. Тогда зайдем с другой стороны. Если ваша аудитория, ну, она, в общем-то, как раз отражает, да, то самое молодое новое поколение, какой контент должен быть, как преподносить этот контент для того, чтобы молодежь читала, а не перелистывала или пробегала мельком? Ну, сначала до нее надо добраться, до аудитории. То есть нужно определить, где она, собственно, обитает. Мы доставляем контент разным путем. На разных платформах. Мы присутствуем в нескольких соцсетях, не во всех, потому что всех очень много, и во многих нашей аудитории просто нет. Самая многочисленная аудитория. У нас аудитория ВКонтакте, 27 тысяч человек, она живая. Это видно, это очень легко считывается, видно по охватам постов, по лайкам и комментариям. Следующий блок – это Инстаграмчик. Ну, Инстаграмчик нравится всем. Инстаграм, это соцсеть красоты, туда мы постим красивые фотки, и они самые лайкоемкие, да, конкурсы там и прочее. В Фейсбуке аудитории чуть меньше, но Фейсбук, в принципе, возможно, Ксения меня поддержит и другие коллеги. Фейсбук в Татарстане развит достаточно плохо, и там аудитория чуть старше. Там у нас около 5 тысяч человек, но тем не менее та аудитория, которая читает дольше, и читает больше, внимательнее, скажем так. У нас есть Телеграм-канал, в нем 3,9 тысяч человек. Это самая лояльная аудитория, потому что это те люди, которые хотят получать контент прямо, директом в телефон. Мало того, они его форвардят еще своим друзьям, и таким образом охват постов увеличивается. Понятно, что есть Твиттер, но Твиттер — это многие говорят, что уже отмирающая соцсеть, но не уверены, не буду тут. Я не эксперт именно в этом. Понятно, что в каждой соцсети есть свой язык, так как меняется аудитория, меняются ее интересы, и ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттер — это соцсети для мемасиков и пикч, скажем так. Давайте в конце этого небольшого выступления подытожим. Я задам вопрос, который актуален, и часто можно слышать это утверждение. Сайты в 2018 году уже потихонечку тоже отходят на второй план, и на первый план выходят соцсети. То есть выгоднее лучше развивать свое СМИ в Инстаграме, ВКонтакте и в таких же похожих на Телеграм? Дешевле точно. А, окей, хорошо. На самом деле я думаю, что право на существование имеют все площадки. Просто нужно найти свою аудиторию и давать ей контент на той площадке таким путем, на том языке, на который ей это удобно. То есть если пользователи ВКонтакте… У нас есть сайт, на котором появляются большие и маленькие материалы, новости, лонгриды. Если ВКонтакте нашей аудитории удобно посмотреть пять картинок или там в Инстаграме пять сториз, которые переупакованы из лонгрида, но таким образом человек получит достаточно информации плюс тизер для того, чтобы зайти на сайт, значит мы будем переупаковывать этот контент таким образом. Просто информацию, на наш взгляд, нужно доставлять там, где аудитория сидит и на том языке, на котором она там говорит. И идти широким фронтом, да, по всем, по всем возможным. Не по всем. Ну, я имею в виду ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, сайт. Ну да, это не все. Есть еще Google+, например. Ну нет, нет. Одноклассники. Нет, а вы… На самом деле надо просто проанализировать. Одноклассники. Да, безусловно, нужно использовать разные пути доставления контента. Ну говоря про молодежь, я не знаю, одноклассники. Кто-то есть зарегистрированный в Одноклассниках? Ну, Регина Фасхева, ну это просто по долгу работы. Хорошо. Юль, спасибо большое. Давайте к Энтеру перейдем. Данил Губайдулин, главный редактор интернет-журнала. Данил, давай тоже вот вкратце про себя. Еще раз привет. В коротко расскажу о том, что такое Энтер. Итак, Энтер — это молодежное издание, интернет-журнал о жизни и развлечениях Новой Казани. Если говорить про какие-то параметры, наша аудитория от 16 до 35. Если верить метрике, ядро аудитории 24-35. Мы, как и наши коллеги, мы не пишем политики, но это не означает, что политика нам не интересна. Просто мы понимаем, что достаточно тех медиа, которые освещают это более профессионально, более правильно и так далее. Мы не используем какой-то максимальный шок контента и не стараемся привлекать трафик каким-то таким… Мы стараемся не допинговать трафиком. Чем занимается Энтер? В первую очередь Энтер занимается формированием правильной городской среды. Нам интересно, чтобы нашим жителям города, жители города понимали, как классно прожить свою жизнь в Казани и не обязательно из нее куда-то уезжать. Какие мероприятия ходить, какие заведения посещать, что смотреть и почему новый альбом Face не такой уж и плохой, как все о нем так говорят. И мы стараемся максимально взаимодействовать с разной аудиторией. Это и какая-то супермолодежная аудитория, школьники, или же аудитория, которая интересуется каким-то креативным бизнесом, которые уже интересны какие-то более серьезные занятия, нежели вечеринки, концерты и прочее, прочее, прочее. А если коротко, опять же, сказать каких-то данных статистических, то ежемесячно Энтер посещает порядка 200 тысяч уникальных посетителей. И вся информация открыта, вы можете посмотреть через Семьер Веб и прочее, прочее, прочее. Активно взаимодействуем с читателями. Естественно, большая часть нашего взаимодействия с читателями происходит через соцсети. Недавно мы пытались перезапустить наш Инстаграм и сделать из него полноценное микромедиа. Инстаграм больше не является полноценным зеркалом сайта. И, в принципе, мы остались довольны результатом. В среднем на какой-либо пост получается порядка, ну, минимум-минимум 100 сохранений на каждый пост. А максимальное сохранение постов были 600-700. Но это собрали секунды. В принципе, тема достаточно популярная. И мы понимаем, что в 2018 году каждая социальная медиа должна стать полноценной независимой площадкой. И полностью не транслировать сайт. Лишь в каких-то небольших показателях. Мы добились этим с Инстаграмом в ближайший год. Начало следующего года мы планируем то же самое сделать с Телеграмом. У нас встает, мы понимаем это. Но пока просто физической силы не хватает. Но я думаю, с этим мы справимся. С Фейсбуком и СКонтакте пока относительно все достаточно хорошо. Данил, то есть в Инстаграме вы можете констатировать успех? Вот так вот для себя. Относительно, опять же, успех, да. Сложно определить успех какой-то там, типа, супер все классно. Хорошо. Есть коллеги, есть молодые журналисты в зале, которые только вот только начинают сами работать в СМИ. Есть какие-то редакции, которые тоже думают над тем, что нужно развивать себя не только на сайте, но еще и в соцсетях. Как контент должен отличаться на сайте? В основном. И, ну, например, Инстаграм. Ну, как минимум подачей. Инстаграм мы серфим для того, чтобы посмотреть какие-то короткие, быстрые заметки. А на сайт ты уже погружаешься, можешь полноценно прочитать какой-то лонг, посмотреть материал полностью досконально. А Инстаграм это больше… Ну, как по какому пути мы идем? Инстаграм, в формате Инстаграма наш контент максимально проще, чем он есть на сайте. Это больше… Мы посвящаем больше сериальной какой-то повестке. Делаем полностью… На сайте, на самом Энтере сейчас достаточно мало моды, а на наш Инстаграм мы ее пытаемся внедрять. И, в принципе, она неплохо заходит. Буквально в понедельник вышел пост про Балаклавы, которому всем рад. Данил, а сейчас вам вопрос Юле тоже. Ответите, пожалуйста. Когда мы готовили эту встречу, у нас возникла дискуссия на тему «Должны ли быть вот такие вот отдельно позиционируемые молодежные СМИ или просто СМИ должны работать сами по себе?» Ну, то есть в условиях рынка. Или же нужно разделять четко вот мы 100% молодежные СМИ? Кто готов первоответствовать? Пожалуйста. Можно, да? Кто это должен разделять? Я не очень понимаю вопрос. Сама редакция, которая это делает. Должна ли она позиционировать себя исключительно как «мы только молодежные СМИ»? Или она начинает работать, и уже в процессе работы появляется, как у вас, да, аудитория какая-то? Честно говоря, я думаю, что в первую очередь ребята должны делать то, что им интересно, что они любят, что у них круто получается, а кто придет их смотреть, мне кажется, это уже, извините, второй шаг. То есть мы можем сколько угодно строить иллюзии на тему того, что наш читатель — это такой классный чувачок, там, 26 лет, который стремится к чему-то такому, 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 и пытаться создать для него СМИ, и никогда это не сделать. То есть нужно делать просто, чтобы у тебя круто получается, что ты любишь, что тебе нравится, что тебе близко, в чем ты супер-райс, и тогда, ну, через какое-то время ты посмотришь, кому это тоже нравится. Ну вот как бы это мое мнение. Данил. А молодежных СМИ должно быть, разных СМИ должно быть много, максимальное количество разных цветов на полянке. То есть рынок, да, должен быть такой нормальный работающий рынок, который сам все… Чем больше будет конкуренция, тем будет круче, потому что все будут стремиться стать лучше. Развиваться. Да, Данил. Ну, в принципе, в данном случае я также согласен. Когда мы задумывали Enter, мы для себя какую-то планку читателей запланировали, что мы хотим ориентироваться на 16-25 и чуть больше. Но после того, как мы начали работать, начали наполнять наш сайт контентом, мы поняли, что сайт и наши соцсети посещают чуть старше аудитории от той, которую мы планировали. То есть нельзя полноценно спрогнозировать с этапа запуска, что мое медиа будет читать ребята в возрасте до 20 лет. Это суперсложно прогнозировать. И молодежная аудитория, она супертребовательная, и ее контент, который она потребляет, он постоянно обновляется. И если сегодня ты дал контент для молодежной аудитории, он актуальный, завтра уже могу сказать, типа, ребята, ну вы пишете о каком-то зашкваре, простите, мы пойдем читать что-нибудь еще. Инде, ну или Enter, наоборот. Наоборот. Хорошо, спасибо с интернет. Да, спасибо большое с интернет СМИ разобрались. Теперь давайте к традиционному СМИ, телевизионному, ну или интернет-телевизионному, и сейчас будем разбираться. Итак, универ, ТВ, универ, смотри. Ильдар Азатович, расскажите, пожалуйста, вкратце, что сейчас есть университетом, как это работает. Добрый день всем. Университетское телевидение, универ ТВ, на самом деле это студенческий холдинг, мы медиахолдинг, мы так себе позиционируем. В него входит телеканал универ ТВ, сам телеканал КФУ ТВ, а также интернет-радио ЮФМ. Телеканал универ ТВ традиционно вещает, как классический телеканал вещает в эфире города Казань, в кабельных сетях Татарстана и России. Просили некоторые интернет-провайдеры выходили на нас, чтобы мы транслировали наши пакеты, давали право трансляции в Европе и в Америке, но, к сожалению, мы не можем за счет авторских прав закон вступать, мы не имеем права за рубеж передавать материалы наших партнеров, чтобы было понятно. Телеканал КФУ ТВ – это более корпоративный канал, он больше наполнен только университетскими событиями, а универ ТВ у нас наполнение идет где-то 45% собственного наполнения и 55% – это видеоматериалы. – Партнеров, я говорю о партнерах. Радио EFM – это достаточно уникальный такой продукт, его возглавляет наш руководитель службы новостей, Радик Загидулин. В чем уникальность? Это интернет-радио, студенты иностранцы, студенты разных национальных общин на своих языках, для своих соплеменников, сверстников, в любой точке мира ведут радиопрограммы. Радик Загидулин ездил как раз в Германию, оттуда взял он эту идею, это радиокоракс, и, в принципе, это, кстати, неплохо здесь у нас прижилось, это достаточно уникальный продукт. Что касается возрастной зоны покрытия, от 16 и выше. Почему так? Универ ТВ вещает то, что традиционно, но это вот закрывается, я бы сказал, так больше является общественным телевидением. Студия, в которой вы сидите, это студия шоурум, высшая школа журналистической медиакоммуникации, здесь трансляцией занимаемся. Телеканал Универ ТВ как раз вставляет свои программы, и эта программа пойдет тоже в эфир, и это значит, что это больше общественное телевидение. Что касается молодежи, это, конечно, Ютуб-канал. Это более такая коммуникационная свободная среда для видео, и мы ее используем как раз в большей части для этого. Поэтому в Ютуб-канале у нас подписчиков более 45 тысяч и просмотров более 14 миллионов. Ну, это с 2012 года. Пожалуй, пока сегодня. Да, есть ли какие-то цифры, понимание о том, сколько людей смотрят Универ ТВ, КФУ и слушают ЮФМ? Не, ну, такие цифры, может быть, даже не Первый канал толком не может дать, они достаточно спорные, все эти цифры, медиа-анализ, ТНВ об этом не может точно сказать. Мы всегда в честь рекламы, конечно, говорим, что это может быть около двух миллионов. Понятно, что эта цифра такая весьма, ну, как бы сказать, рекламная, да? Это большей частью блеф, потому что это потенциальные зрители. Сказать точно мы не можем. Если говорить о кабельных сетях, ну, в Татарстане где-то больше 120 тысяч домохозяйств. Нас Кубань Телеком транслирует, Подмосковье, сейчас Тюмень вышла с пакетом. Вот сказать точно, собрать в классическом понимании. Вот классическое телевидение, надо понимать его сразу, оно работает на возрастной срез где-то больше от 30 до и выше, да? То есть молодежь, конечно, телеканалы не смотрит, но в связи с этим мы как бы разделили свои какие-то нишевые направленности. Ютуб – это вот чисто молодежная история. А сколько в среднем просмотров на роликах в Ютьюбе? По-разному бывает. И здесь наш партнер очень нам помог. Партнер, наши сотрудники, вот как раз громкие рыбы, мы с ними сотрудничаем давно, наши сотрудники нашего телевидения. И большей части их ролики в свое время дали очень большой старт нашему Ютьюб-каналу. Там просмотров у них больше 5-6 миллионов взаимодействий. Хорошо. Да, мы с громкими рыбами еще поговорим по поводу контента, по поводу молодежного контента на Универ ТВ, на телеканале КФУ и на ЮФМ. Кто составляет вот эту редукционную группу, которая продумывает контент? Это студенты, это коллеги, преподаватели? Хороший вопрос. И тут у нас очень хорошая такая, как бы сказать, вообще мы начинали вот этот Универ ТВ как университетский канал, как студенческий. Мы единственные в России в таком вот формате. И здесь надо сказать большое спасибо большое. Конечно, нам повезло, что ректор пошел на такие какие-то неординарные шаги. Ни один из ректоров вузов России это себе до сих пор не позволил. Он выделил достаточно серьезные средства так, чтобы мы в 2012 году уже начали вещать в формате качества Full HD. В Татарстане никто не вещал, мы начали первыми. Классно то, что пришел в высшую школу журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Столчинский. Это практик. И до этого у нас были проблемы с журфаком. Кстати говоря, это вообще характерно для всей России. То есть медиа-центры и журналистское теоретическое наукообразование, они вступают в некий конфликт интересов. В нашем данном случае, по счастью, потому что появилась кафедра телевидения, первая, когда мы наладили контакты, когда реально студенты, реально наши студенты, университеты начали участвовать в создании программ. До этого в наших новостях, как ни странно, работали КАИсты, КХТИ, но не было никого с универа. Потом вот это движение пошло. Леонид Григорьевич Столчинский со своей командой, то, что появилось тут такое классное оборудование, шоурум, у нас появились здесь мастер-классы разных асов медиабизнеса России. И, соответственно, студенты и магистранты сейчас уже на постоянной основе, у нас выходит почти два года, конкретные студенческие программы, это, я бы сказал, спортивная неделя, FIFA прогноз. Я уже не говорю о том, что департамент молодежной политики, еще университет организует массу мероприятий, которые мы, ну, это пища, собственно говоря, для нашего контента. Так, ну и еще, еще один вопрос про контент. Говоря о все вместе, вот о роликах на ютюбе, о посещениях сайта, да, с записью программы, я же прав, да, можно зайти на сайт и посмотреть что-то эфирное, да? Без вопросов. Что, какие темы самые интересные? Три самые интересные темы, которые отражаются в статистике на сайтах? Ну, самое интересное, если по нашему опыту судить, это, конечно, работы «Грумкий хэп». Там они практически зашкаливают по просмотрам, по всему. Но, как ни странно, и, казалось бы, для меня тоже было удивлением, что очень сильно реагировали, например, на лекцию «Теория струн». Физика, да? Научная, да, штука? Да, как ни странно, да, для меня это тоже было неким откровением. Поэтому сказать, ну, скажем, сюжет в новостной. Дарья Кононуха в шоу «Холостяки» набрала вдруг 630 тысяч просмотров. Ну, понятно, почему-то. Ну, да, понятно. С этим все понятно. Ладно, хорошо. Странный ли высокий рейтинг сюжета про «Теорию струн»? Странный это или нет? Сейчас мы узнаем. Давайте мы взглянем на нашу статистику, посмотрим на мнение зала. Следят ли за молодежными СМИ или нет? Ну, да, здесь, конечно, значительный перевес. Скорее следят. Ну, давайте теперь узнавать, за кем вы следите. Мы говорим сейчас про классические СМИ, да, не про блогеров. Мы говорим про газеты, телевидение, радио. Есть кто-то, кто хотел бы рассказать прям про своих кумиров, про свои любимые СМИ? Никто? Из 77%? А кто не следит? Кто такие люди? Подожди, Тимур, нам нужно сначала разобраться, кто следит. Может быть, просто... Хорошо, хорошо. Кто не следит? Принципиально. Ну-ну-ну-ну, смелее, ребята, смелее, смелее. Да. Что мы понимаем под молодежными СМИ? Вот, это в первую очередь непонятно, потому что молодежным СМИ может считаться образный какой-нибудь лентач, который, скорее всего, там, довольно-таки большая аудитория подписанного. С другой стороны, тот же паблик могут не воспринимать как СМИ люди, также сидящие здесь. Вот. Я думаю, что первая тема наша — это традиционные СМИ и лентач, если на то пошло эта страница ВКонтакте. Это скорее... Вопрос сформулирован как молодежные СМИ. Является ли, например, тот же лентач молодежным СМИ? На мой взгляд, является. А если его читаю я, вообще не молодеж, тогда это не молодеж, да? Ну, мы говорим... Мы тоже аналитики, да. Коллеги, мы говорим с вами... Да, коллеги, мы с вами все-таки... Когда мы обозначали нашу первую тему, мы говорили про традиционные СМИ. Нет, мы говорили про традиционные СМИ. Мы акцентировали на этом внимание. Секундочку, 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 да. Поэтому, когда мы говорим про ВКонтакте, то, ну, это интернет, да, это не традиционные СМИ. Это новые СМИ. Хорошо, да, пожалуйста. У меня такой момент просто, вы должны понимать, что надо нам начертить некий фарватер, потому что СМИ — это по закону Российской Федерации что-то с лицензией. И это один набор и паттерн поведения. Но есть сайты, которые вообще СМИ, типа T-Journal, ВЦРУ, вообще ИД-комитет как такового, например, да, на федеральном уровне, они не являются СМИ по лицензии, но занимаются абсолютно такой же деятельностью. И, в общем-то, сориентированы на молодежь. То есть, что мы вот понимаем под молодежным СМИ в данном случае. Хорошо, понятно. Так, да, еще добавите что-то? Пожалуйста. Во-вторых, этот опрос не репрезентативен из-за того, что у нас, получается, тут собрался в основном народ, который в той или иной степени интересуется непосредственно медиа. В то же время я, побывав на различных, так скажем, школах актива, журналистских школах, где-то там читая мастер-классы и так далее, общался с ребятами. Первый мой вопрос всегда был, что вы читаете? Даже люди, интересующиеся СМИ, практически не знают, что творится в медиа за пределами Казани. И редко, что в пределах Казани. То есть, на самом деле, ситуация очень своеобразная. Сейчас народ смотрит, первокурсники, второкурсники, они больше смотрят YouTube, чем читают какие-либо издания. Поэтому, на самом деле, этот опрос сейчас ни о чем совершенно, на мой взгляд, не скажет. Нет, конечно, мы не ставим здесь цели себе вывести какой-то закон в итоге, какую-то теорему, я не знаю, что это такое. Но мы сейчас говорим конкретно про традиционные СМИ. Хорошо, значит, у нас молодежь не следит скорее, да? И это просто случилось такое недопонимание. Окей. Кто следит за традиционными СМИ, может их прямо назвать, кто постоянно что-то смотрит или читает? Давайте определим, что такое традиционные СМИ. Давайте определим традиционные СМИ. Радио, телевидение, журналы, газеты. Дайте, пожалуйста, руку сроку следить. Можно я? Да, пожалуйста. В том числе, реагируя на ваши комментарии, отвечу, действительно, что такое молодежные, не молодежные. Я, отвечая нет на этот вопрос, для себя просто вывел эту формулу. Вот я когда открываю СМИ, понимаю, что я уже не актуален для него. Ну, например, открывая НД, я понимаю, что я не актуален. Ну, я отстал от того, что они пишут. Ну, потому что мне это неинтересно. Мне лично. Я в этот момент понимаю, что вот оно уже рассчитано на ту аудиторию, к которой я не принадлежу. А Lintouch, это, безусловно, СМИ, которая охватывает гораздо большие аудитории, более широкие аудитории. Я для себя, отвечая вот на этот вопрос, как бы так определил молодежные СМИ. То есть то СМИ, для которого я уже не актуален. Я где-то в другом уже мире живу, наверное, я не понимаю, о чем они говорят иногда. Ну, я понимаю, что это моя отсталость в этом смысле, да, а не отсталость от этого СМИ. То есть они работают с другой аудиторией. Вот так. Поэтому, наверное, молодежные специализированные, которые работают с аудиторией, которая интересуется чем-то другим, чем-то иным. А на ней есть такие СМИ, безусловно. Но совершенно очевидно, что молодежь читает гораздо более широкий круг медиа. То есть мы приходим к главному выводу, что нельзя разграничивать молодежные СМИ и немолодежные. Примерно так, да? Хорошо. Еще один вопрос залу. Повестка. Молодежные в наших СМИ. Теперь уже давайте попробуем посчитать, опять же, опираясь на наши газеты, интернет-варианты газет, интернет-издания, интернет-журналы, радио, телевидение. Насколько достаточно или недостаточно отражена молодежная повестка? Достаточно ли пишут и говорят о молодежи в этих СМИ или нет? Или маловато? Или нужно еще? Кто-то не добирает? Ага. Ну-ну-ну. Да. Нет, пожалуйста. Ну вот, да, у нас есть два. Опять же, что такое молодежная повестка? Молодежи в равной степени, абсолютно в равной степени, с 45-летним человеком интересно, интересно, что МВД закупит 30 тысяч на уручников нежность. Секунду, давайте мы сейчас поясним, да, что когда мы говорим, что молодежная повестка, это не то, что может интересовать молодежь, это то, что про молодежь, про людей 16-35, говоря о каких-то... Окей, я могу, все-таки отчасти я могу выступать от того сегмента, потому что мой сын вошел как раз, да, вот не так давно, год с лишним назад, вот в этот сегмент 16-30 или 16-35, им интересно, их касается все. Как только вы пытаетесь загнать молодежь в определенный загончик, молодежь начинает показывать вам оттуда неприличные жесты и расползаться. Невозможно сегментировать вот это молодежное, а вот это немолодежное. Я вот, когда коллеги говорили про сегментирование аудитории, наш сайт, например, да, читает примерно поровну по 18-20 процентов от 18 и от 55 лет, то есть как бы все возрастные группы абсолютно представлены, при том, что мы не стараемся быть кому-то интересными больше. Нельзя говорить молодежная повестка, не молодежная повестка, молодежная СМИ не молодежная. Нужно, мне кажется, ну, относиться к ним как к людям, а не как к молодежи. К нам. К вам. Хорошо. Да, спасибо большое, спасибо. Это важно, это очень здорово сформулировано. Вот там еще мнение было. Да, мир ведущий, конечно. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Софья, я представитель молодежи, потому что у меня в диапазоне от 16-30, и я сама являюсь корреспондентом телепередачи «Неделя спорта», и могу сказать так, я читаю как молодежные СМИ, то есть Индэ, Энтер, но и традиционные. Я смотрю телевизор, я читаю газеты, то есть у меня есть любимый русский репортер, новая газета. То есть, ну, действительно, я солидарна с вашим мнением, что мы интересуемся всем. Я могу прочитать материал про фошные, а следом за ним про пытки в Ярославской колонии. То есть, ну, вот как-то так мы живем, потому что мы неравнодушны к тому, что происходит в мире не только в пределах Казани, но и за ее пределами, за пределами России, потому что мы живы, мы энергичны, мы волнуемся. Спасибо. Ну, вот, в общем-то, перед началом, да, я тут упомянул, что у нас дискуссия возникла, что считать, разделять или не разделять. По-моему, с помощью вашего мнения мы пришли к выводу, что разделять нет смысла, и молодежь — это часть общества, да, не какая-то отдельная, отдельно взятая группа. Дамир Идущич, у вас комментарии есть? Да я даже не сколько комментарий, я мучаюсь, хочу вмешаться, терпел-терпел. Я, наверное, если позволить, хотел сформулировать вопрос. Сейчас не самоцель. Репрезентативен этот опрос, не заебротив. Я вообще бы на это внимание не уделял. Возвращаясь к последнему вашему тезису и ко всем остальным, можно попробовать ответить на вопрос, вам достаточно площадок, на которых вы можете найти ответы на свои вопросы, и которые вам интересны. У вас есть голод на тему того, что у вас есть 2,5 инструмента, издание, или я сейчас, чтобы не ограничиваться только конкретным сайтом или еще, или у вас есть ощущение, что вам тесновато, и вам не хватает этой палитры мнений, вам не хватает того, чтобы сформулировать свою позицию, еще кого-то послушать, почитать. Или у вас все окей, с этим вам достаточно для того, чтобы сформировать какую-то свою позицию. Да, если кто-то еще есть, пожалуйста, поднимайте руки. Есть еще микрофон, чтобы он так скромно не переходил. Коллеги? Ну, я могу сказать, что в силу специфики моей профессии, которую я выбрала, я сама нахожу эти источники, поэтому дефицита у меня нет. Другой вопрос в том, как эти источники отражают свою позицию на ту или иную тему. То есть телевидение, оно, там, первый канал, например, расскажет про хаски, и понятно, что оно расскажет так, как ему надо, грубо говоря. Интернет-издание, они, скорее всего, расскажут так, что я буду с ними солидарна. То есть нет дефицита в источниках, есть дефицит мнения. Вот так вот, то есть. Поэтому, мне кажется, молодежь будет больше сидеть в интернете, чем смотреть традиционное что-то. Ну, мнение есть. Нет, для меня просто количество, там, объем источника и объем мнения примерно тождественное. Если у вас не хватает, то, значит, мнений, то и, соответственно, источников. Ну, плюс-минус, это может быть дискуссионный, но, то есть, окей, спасибо. Нет, ну, мнений хватает, то есть, источников тоже хватает. Все в порядке. Кто ищет, тот всегда найдет. А, хорошо. А есть кадров только не хватает. Вот, слушайте, а возвращаясь к кадрам, если позволите, да, вот это был мой второй вопрос к экспертам, коль уж первая часть вам посвящена, и вы в этих замечательных креслах сейчас сидите. У вас есть, ну, очевидно, что, видимо, Юля сейчас начала отвечать на этот вопрос, у вас есть голод до журналистов, до того уровня людей, с кем вам интересно начинать работать, для тех людей, которые могут очень качественно транслировать вашу позицию, повестку, ваши какие-то принципы, и возвращаясь опять, я-то меркантильно, да, все сейчас про наши структуры, чем-то я про первые даже не спрашиваю, надо нам создавать свое или не надо, примерно я думаю, что ответ очевиден, не вмешиваться в эти процессы, а вот создать среду и помочь какими-то инструментами для того, чтобы уровень молодых людей, журналистов, которые придут к вам потом, можем мы здесь чем-то помочь или нет, это мой первый вопрос к экспертам, да, а второй вопрос к экспертам, а какая вам повестка интересна от нас, от министерства в данном случае, какой контент вам интересен, потому что очевидно, что многое, что, например, мы можем транслировать и делать, может по каким-то причинам вам быть неинтересно и по формату, и по содержанию, а что вам интересно, что вам было бы интересно от нас услышать, два вопроса. Первый вопрос, да, 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 я думаю, что, я не знаю, если кто-то когда-нибудь искал журналиста, СММщика, наверное, чуть проще, пиарщика чуть-чуть-чуть-чуть проще, но журналиста, главного редактора, 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 очень плохо все, плохо, очень плохо. Действительно, есть нехватка квалифицированных кадров. Мы с Ксенией, например, сейчас в жюри конкурса премии «Студент года» в номинациях «Журналист года» и «Студенческая СМИ». Я вот провела, посмотрела пока только «Студенческие СМИ» и «Ксения». «Журналист года» пока я не видела, у меня завтра будет, возможно, мы встретимся. Плохо, все очень плохо, все очень плохо. Не хватает квалифицированных кадров. К нам, например, в редакцию мы принимаем стажеров. Ребят не всегда с факультета журналистики, довольно часто с исторического факультета, например. Хотя я считаю, что это, в общем-то, не важно. Тут важно быть любопытным человеком, интересоваться много-много-много читать разного, много-много-много писать. Мы принимаем стажеров, и они внутри медиа учатся нашим стандартам. Они наши, только наши стандарты. Мы их никуда не распространяем. Это то, как мы хотим писать тексты. Вот они внутри нашего медиа учатся. Мы это делаем бесплатно, и они тоже у нас проходят стажировку бесплатно. То есть я имею в виду, мы им ничего не платим. Они еще ничего не умеют и, собственно, учатся. И это, например, выход. Потому что у нас есть ребята, которые могут чему-то научить. Опять же, внутри наших стандартов. Они могут кому-то не нравиться или не подходить. Не хватает образования, практики, людей, которые занимаются не только теорией, а практикой, которые давали бы им какие-то знания, от которых они получали бы фидбэк, что очень важно. И очень жаль, но, к сожалению, ребята, которые в студенческих СМИ работают, я не знаю, откуда это берется, но язык, наполненный канцеляризмами, он неистребим, просто неистребим, это Советский Союз. Да, ну то есть, хотя я уверена, что все эти ребята читают все классные СМИ, которые просто пишут о сложном. Ну, мы все про них знаем. Ильич, коротко попробуй сформулировать, что нужно для того, чтобы эта среда создалась, чтобы эти люди появлялись. Ну, очевидно, образовательная программа с очень квалифицированными педагогами. Практиками желательно, да. То есть, вот когда мы… И что нужно? Вот этой редакции нужно, чтобы весь медиамир был одним большим инде. Там есть свои стандарты, там есть своя аудитория. Согласитесь, что писать о молодежи, для молодежи, это как писать о еде для еды. Вот, молодежь, она тоже разная. У нее разные вкусы. Ваша аудитория представляет маленький срез большого сообщества, именуем его молодежь. Так ведь? И разные группы, разные социальные срезы, в том числе молодежные, да. И под возрастом 16 и 30 – это разные медийные вкусы. Абсолютно. Да? Вы думаете, одинаковые? Одинаковые? Мы не про наручники сейчас, не про общественно-политическую повестку говорим. Это разные заходы. Один лучше понимает разные восприятия. Один лучше через стримы, да. Другой через подкасты. Третий через вас, через вашу подачу, да. И в этом смысле сформировать универсального солдата не получится. Конечно, в этом смысле вы правы. Не всегда практика будет неким образом подтачивать и подстраивать под свои внутренние редакционные задачи свою целевую аудиторию ту группировку пишущих, снимающих, делающих, которые к ним приходят. Это, к сожалению, но это везде, в любой профессии так, кстати. Что же касается неких универсальных компетенций и навыков, это, да, это действительно предмет общей нашей с вами заботы, дискуссии. И я абсолютно согласен, практики должны прийти вот сюда, они тут должны стать жить. Вот, с этим я согласен. Я согласна абсолютно, что есть разные каналы медийные, то есть доставление контента, и у них есть разный стиль. Но хороший, качественный язык, он, безусловно, будет понятен любой аудитории. Это базовая вещь. То есть мы можем в соцсетях написать «чувачки», но понятно, что в статье мы будем использовать другое слово, но понятное. Окей, друзья. Второй вопрос был, да. Да, второй вопрос, и после этого нам нужно будет переходить ко второй теме уже. Нет, это только на второй вопрос. Как вам угодно. Ну, очень коротко. Кадров не хватает, журфак категорически не берем, никому не в обиду. За всю историю Энтер, там два с половиной года, к нам приходят студенты журфака, третий курс, который уже выпускники. И работают на нас неделю, говорят, блин, это невозможно, но за неделю мы получили знаний у вас гораздо больше, чем у себя в университете. Переду, чем вы нам можете помочь? Большая просьба, очень грубо будет звучать, замените сотрудника вашей пресс-службы. А ящик молодежного министерства в Энтере, в спаме, мы добавили его в спам, потому что все то, что мы получаем от вас, это очень смешно. Пример. 12 часов дня. Приходит новость на почту. Новость дня. Без описания, без заголовка. И в новости просто идет гугл-док, ой, не гугл-док, а вордовский файл, в котором какой-то победил парламентские дебаты в Изнакаеве где-то еще. Ну, это более смешно получать, как минимум нам такое. Или же мы специально промониторили, выложат ли эту новость другие медиа, республиканские, такие называемые классические, выложат Татаринформ. Ну, что неудивительно. Или же второй момент по поводу пресс-службы. Звонит сотрудник, все лето не звонил, у вас была какая-то большая активность, видимо, летом, не представляясь. Либо, здравствуйте, вы это молодое министерство, приходите к нам завтра на совещание. Какое? Куда? А будет ли трансфер? Сейчас уточню. Кладет трубку, интересное перезвание, транспорта не будет. А кормить будут? Я уже в иронии спрашиваю. Сейчас уточню. Я не знаю, кто это был, но точно знаю, что это не Алла, которая со мной вчера связывалась. Ну, вот, простите. Все окей, до этого же и встречаемся, в том числе. У меня скорее такое предложение, оно, кстати, возникло. Да, оно возникло еще в Международной ассоциации студенческой телевидения, такая есть. И на ней выступал Алексей Олин. Выступал, ну, знаете, наверное, в Министерстве связи, достаточно влиятельный человек, авторитетный. Ему задали вопрос, нужно ли поддерживать молодежные СМИ. Какие-то выделять гранты и все остальное. Он сказал, нет, это рынок. Тот, кто выживет, СМИ, тот и должен как бы выжить. Я, конечно, с этим, многие мы в кулуарах совещались. Это, конечно, мне кажется, ну, немного антигосударственная даже политика. В какой части? Предположим, первый канал там получает, он говорит, рынок. А первый канал получает дотации за государство, достаточно мощные. Но я думаю, что если бы была система грантов, разработанная, да, нормально, вот не такая какая-то схоластичная, как сейчас она идет, мне кажется, она немного недоработана, то мы могли бы подключить ко всему этому медийному процессу достаточно большое количество людей. Вообще, по исследованиям, где-то в районе 5% от всех людей так или иначе склонны к каким-то медиа, да, то есть как-то себя выразить в этой области. Если мы берем Казанский федеральный университет, 45 тысяч студентов, 5% берем, это 2000, больше 2000 уже. В Татарстане 150 тысяч студентов, берем 5%, это 7,5%, ну, да, пусть будет меньше, там, 3500 тысяч человек. То есть и задавать вот этими грантами какие-то направления. И они могут быть, эти гранты, кстати, широкие, не так, скажем, патриотика, понятно, на нее сейчас работают, здесь, мне кажется, проблем никаких нет, но, например, с благотворительностью. Вот Русфонд собирается в Казанской федеральной университете уже который раз. Это доноры костного мозга. Сейчас в Казанской федеральной университете, вы знаете, вы были сами на этой лаборатории, там установили сейчас мощное оборудование, 25 тысяч, они могут провести, анализы взять, да, по сути, определить, для того, чтобы определить, кто же донор, и спасти от смерти людей. И вот буквально неделю-две назад они собрались здесь в Казанской федеральной университете с одной лишь проблемой, нет доноров. А в Западной Европе, предположим, 100-150 тысяч доноров сдают, и то есть это культура, то есть это вот куда надо направлять гранты, вот куда надо медиа работать, вот куда надо объяснять. Хотя это сейчас не страшно, это костный мозг берут, это примерно то же самое, как берут кровь, примерно, да, то есть такие же последствия. Люди об этом не знают. Понятно. Ильдар Розович, спасибо большое. Давайте так, мы еще раз поблагодарим экспертов аплодисментами, закроем на эту тему. Я думаю, что несколько очень важных тезисов мы подчеркнули, зафиксировали. Смена экспертов произойдет прямо сейчас. Мы вас приглашаем обратно в зал. Ну и переходим ко второй теме, тема «Вот теперь Лентач», «Вот теперь Инстаграм», «Вот теперь Ютуб». Итак, приглашаем сюда блогер, главная инстамама Казани, Алина Гималдинова. Добро пожаловать. Видеоблогер, основатель канала «Громкие рыбы» Тимур Смаев. Welcome. Ну и первый татарский инстаблогер, Ренат Галиахметов. Татар Малай, тоже аплодисмент. Ребята, давайте мы поработаем по той же схеме. Вкратце вы рассказываете про себя, две минуты про ваш проект нынешний, как это работает. Ну и мы вас попросим ответить на вопрос, как же привлечь аудиторию, да, потому что интернет сейчас, ну, с этим уже сложно спорить. Вы сами уже это сегодня озвучили, потому что интернет сейчас, конечно, гораздо круче, чем традиционные СМИ. Вопрос в залу. Давайте мы его выведем на экран. Мы хотим узнать ваше мнение. Вот на какой вопрос. Да, minty.com. Воспользуйтесь этим еще разок. Чей контент наиболее интересен вам? Ну, то есть, за кем вы следите в интернете? И давайте договоримся так. Это могут быть страницы ВКонтакте, какие-то новостные, развлекательные и так далее. Это могут быть блогеры в Ютубе, это могут быть блогеры в Инстаграме. И, пожалуйста, пишите их оригинальные названия, потому что чем больше будет одинаковых названий, тем, ну, как-то ярче будет отображаться это именно экране. То есть, если… Хотя нет, ладно, не буду говорить, чтобы не влиять на ваш выбор. Повспоминайте, за кем вы следите, и в течение нашего разговора с экспертами дайте, пожалуйста, ответ. Minty.com, пароль 391714. Дорогие инстаблогеры, с кого будем начинать? По очереди? Ну, давайте, да, Тимур. Громкие рыбы, как привлечь, как сделать крутой контент в интернете, чтобы его читали и смотрели? Всем привет, меня зовут Тимур, есть канал на Ютубе «Громкие рыбы», и я очень надеюсь, что каждый знает о нем. Есть такие, кто не знает? Айра Шамилов не знает, расскажи, пожалуйста. Мы снимаем просто смешные скетчи, смешные ролики. Пять лет назад нас пригласили сюда, в Универ ТВ, и сказали, ребята, снимайте ролики. И, собственно говоря, мы и начали это делать. Сейчас мы это делаем уже пять лет, как я уже говорил, пять секунд назад. Ну, что сказать? Может быть, сразу предложение? У меня есть презентация. Давайте откроем ее. Да, давай, нам нужно пару минут. Ты можешь начинать рассказывать, что за презентация. Небольшая предыстория. Раз в неделю стабильно мне пишет человек. Ребята, хочу тоже снимать классные ролики. Снимите меня или там зовите, придумайте сценарии. На что я говорю, что окей, я вас запишу в список. И понимаю, что, если честно, нет особо времени с ними работать. Ну, потому что мне хочется свои ролики в том числе снимать. Вот. У нас было предложение. Мы подавали грант на акселератор молодежных ютуб-проектов через Росмолодежь. Не выиграл грант, но тем не менее я расскажу про мою идею. Что дальше? Давайте дальше. Давайте дальше. То есть, вкратце, как вот по примеру питчинга, питчинга, который проходит в кино, питчинговать ютуб-проекты, создать новые СМИ, новую, так сказать, медиаплощадку, которая вполне может быть в рамках СММ, СММ, то, что мы вначале говорили, и просто давать молодежи возможности. Такие же возможности, как когда-то мне дал университет. Вот у нас вот тремя метрами выше ребята монтируют ролик, который завтра выйдет на канале. Мы здесь находимся. А вот здесь вот мы снимаем прожарки татарских клипов. Кстати, да, кто видел прожарки? Поднимите руки. Спасибо, да. Мало? Нет, татарских клипов от громких рыб. То есть университет мне дал возможности, и было предложение такое, чтобы Россия, в частности, Росмолодежь, дала возможности и другим делать то, что бы они хотели. Ну, собственно говоря, проводить конкурсный отбор, обучать, выполнять задания, и вместе с молодежью уже дальше делать какой-то ютуб-канал у нас в Татарстане. Мне от Минмола, если честно, мне ничего не надо. Я и так прекрасно живу. Вот на этом и закончим. Спасибо, это был Тимур Смайев Громкиров. Я и так прекрасно живу. Есть просто мои услуги, есть, так сказать, возможности делать, что я люблю, но мне пишут многие о том, что они хотят так же. И просто была такая идея, было такое предложение. Что я могу дать? Я могу дать вот это. Мне бы хотелось это реализовать, потому что я верю, что медиа – это то, что сейчас особо актуально. Сейчас вообще все ушло туда. Сейчас даже… Сейчас каждая единица медиа, так сказать, небольшая антенна, которая создает вокруг себя медиа-шум. Сейчас в медиа-пространстве у нас проходят гибридные такие войны. Сейчас все там. И мне кажется, актуальность чрезвычайно высока. Давайте просто, не знаю, делать. Мне кажется, много желающих. Давайте им помогать. Тимур, смотри, два вопроса. Во-первых, вот этот проект, который должен развивать блогеров, YouTube-блогеров в том числе, ты его видишь в проекте, который был презентован в самом начале Selfmade Media? Ну да, конечно. Главное, чтобы это было сделано, так сказать, ну прямо от души, хорошо. То есть вот буквально пять минут назад мы говорили о том, что процесс подготовки современных журналистов, он какой-то недостаточный, да, несовременный. И нужно что-то новое, крутое и адекватное с нашему времени, да? Хорошо. И второй вопрос. Вот кто-то из ребят, возможно, сидит сейчас в зале и думает, ну вот, им дал университет возможность снимать свой блог, он поэтому так хорошо развивается, им удобно. А вот у меня есть только телефон и компьютер, на котором с трудом можно монтировать. Ты представлял бы свой блог без поддержки университета? Ну вообще, вот нас два человека изначально было, а сейчас нас уже семь человек. И как бы это никаких больше возможностей нам, ну грубо говоря, там не дали. То есть вот как изначально мы двое были в универ ТВ, так мы и продолжаем вдвоем быть. Зато просто, так сказать, мы потихонечку даем тем, кто способен, мы зовем в свою команду. Но вот большего количества людей я, к сожалению, не могу позвать к себе. Ну то есть обнадежь, пожалуйста, ребят, кто хотел бы сам стать блогером и сейчас об этом думает, что можно быть блогером и без, не знаю, поддержки университетов, государства или еще каких-то денежных... И примеров тому миллион, вы и так их знаете. Да, все отлично, хорошо, спасибо большое. С Инстамамой давайте поговорим. Инстамам... это... Кстати, да, посмотрим, как у нас голосование проходит. Громкие рыбы, фанаты, да, фанаты, понятно. Ребята, еще, да, вы продолжайте голосовать, пожалуйста. Теперь Инстамама, кто ваша целевая аудитория? Почему вы улыбаетесь? Сложный вопрос, да. Да, на самом деле... Ну, серьезно, про контент, да, про контент. Да, 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 всем доброго дня, благодарю Министерству молодежи, что вы меня пригласили. Приятная атмосфера, интересные темы. Меня зовут Алина Гималдинова, здесь явно не моя целевая аудитория, у меня фокус так достаточно смещен, на возраст 22-35. Аудитория у меня женщины, молодые женщины. Есть такое понятие на Западе, Gen Y moms, мамы представительности поколения Y. Это мамы, которые активны в интернете, они в поисках информации, товаров, услуг, рекомендаций, идут в соцсети, в интернет, не обращаясь к старшим поколениям, а именно ждут рекомендации от таких же родителей того же возраста. Таким образом, я сама являюсь целевой аудиторией своего блога, у меня 180 с лишним тысяч читателей, средненедельные показы где-то около 2 миллионов в среднем, плюс-минус. Аудитория женская, Казань, Москва, Питер. Ну, так это основа, так скажем. Дело в том, что, на мой взгляд, самый главный успех любого блога, паблика – это понимание своей целевой аудитории. Изучить, проанализировать поведенческие паттерны, все характеристики географические, демографические. То есть изучив свою целевую аудиторию максимально, можно достичь успеха в личном бренде, в блоге или в пабликах. Что касается обратной связи. Самое главное, в любом блоге я могу определить, насколько хорошая вовлеченность по обратной связи. То есть читатели насколько хорошо реагируют на каждый пост. Есть ли комментарии, нет ли комментариев. Если в паблике нет комментариев, это очень грустно. То есть есть повод задуматься, изменить что-то в данной страничке. Какие у нас еще были вопросы? Ну, собственно, да, контент. Ну, в общем-то, мы услышали, что самое главное, что контент должен быть максимально близок к целевой аудитории. То есть изучив целевой аудитории, я понимаю и знаю, что им интересно. Я максимально знакома нос к носу со своей целевой аудиторией. Я пишу, публикую именно для них то, что им интересно. И есть такая вещь, когда мы идем на чашечку кофе с близкими людьми, мы не говорим, а давай мы сегодня обсудим то, что никогда не обсуждали. Мы обсуждаем те же самые насущные проблемы, те же вопросы. Поэтому я со своей аудиторией не креативлю. Мы обсуждаем ежедневные, стандартные наши вопросы, женские, которые ежедневно волнуют всю мою аудиторию. Алина, слушайте, тогда возникает другой вопрос. Вот у журналистов часто возникает такой, ну, что называется, затык. Ну, вроде как уже все сказали на тему подарков 8 марта. И все равно в преддверии 8 марта все газеты, журналы, телеканалы, радиоканалы все говорят о том, что подарить свой любимый на 8 марта. Ну, с моей аудиторией это работает. Как минимум мы каждый год обсуждаем подарки на 8 марта. И каждый год вовлеченность данных постов и сохранений увеличивается. Так аудитория уже новая. Аудитория наращивается с каждым годом в течение пяти лет. И мы, да, возвращаемся к этим же темам. Баян работает в моей аудитории очень хорошо. Хорошо, то есть этого бояться не стоит. Ну, конечно, иногда лучше говорить о том, в чем ты разбираешься, чем глупо креативить, мне кажется. Хорошо, спасибо большое. Так, ну и давайте теперь про первый татанский инстаблогер. Татар Малай. Исан, эсэс? Представлюсь, меня зовут Галя Ахметов Ренат. Более трех лет я веду блог Татар Малай. Изначально не планировал стать блогером. Для того, чтобы стать блогером, мне нужен только телефон, соответственно, приложение, снял, смонтировал, все научился сам. Обязательно, прежде чем стать блогером, это надо изучить. Вообще социальные сети, маркетинг, психологию. Как Алина правильно сказала, цель в аудитории, к примеру, я считаю, тут все мои цели в аудитории, потому что я могу поднять и, к примеру, там чуть-чуть политику, тему детей. Свой аккаунт я называю как, ну, как Венегрет, называю, когда спрашивают, про что ты она скажешь. Я говорю, Венегрет. Любые темы. К примеру, сейчас мы с вами пообщались, я напишу об этом пост. Людям будет интересно, где был Татар Малай. С министрами общается, с журналистами. Классно, молодец. То есть обычный парень, который простотой. Я беру простотой. И, к примеру, раньше я почему-то позиционировал себя постоянно, то, что я в деревне помогаю. Сейчас уже хочу себя позиционировать так, то, что в городе больше как бы пытаюсь участвовать. Переехал, да-да, переехал. То есть в городской жизни то, что вот как бы люди ко мне прислушиваются, то, что есть, как бы вот, ну, у меня свое мнение есть уже. Это, соответственно, все изучение маркетинга, психологии, чтобы меня не просто принимали как там, ну, вот там, Татар Малай, просто Татар Малай, а уже как Татар Малай. То есть... Ну, хорошо. Ребята, давайте так, в заключении ваших ответов на вопросы, да, мы зададим вам по одному вопросу. Ответьте, пожалуйста, в одном предложении. Да, почему, нет, почему. У СМИ есть ответственность, все понятно. У них есть лицензия, есть законодательство и так далее. Работу блогеров, ну, как бы пока вот непонятно, еще как ее регулировать и нужно ли ее регулировать. Чувствуете ответственность на себя? Может, да? Да, пожалуйста, начинайте. На самом деле ответственность дичайшая перед аудиторией, потому что... И важно, что блогеры это понимают. К сожалению, не все блогеры это понимают. К сожалению, я всегда советую любой аудитории включать фильтр. Какого блогера вы не смотрели, не читали, YouTube это или Instagram, нужно включать фильтр, когда вы наблюдаете за блогером. То есть ответственность несут не все. Я в свою очередь, если скажу про себя, для меня ответственность на первом месте, потому что я пишу о том, в чем разбираюсь, я пишу только то, что я знаю и рекомендую только то, что сама, грубо говоря, использовала. И пишу на темы, в которых я сама эксперт. Но множество-множество страниц, которые пишут, не проверены, так скажем, контент, и люди ведутся, к сожалению, поэтому нужно быть осторожным на любой площадке. И все-таки я всегда призываю всех блогеров нести ответственность. К счастью, у нас вот в Татарстане основные наши блогеры достаточно ответственно подходят к созданию контента. Будем надеяться, что дальше будет так же. Это, конечно, не одно предложение, но спасибо. Да, 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 хорошо. Тимур? Я задумываю. Да, пожалуйста. Ренат? Так. Ответственность. Полностью согласен. Спасибо. Нет, нет, если можешь пояснить, то это важно. Полностью согласен, потому что, во-первых, большая аудитория. К примеру, тут все начали рассказать об охвате. Мой охват ежедневный — это 150 тысяч татар всего мира. Это ежедневно 15 тысяч человек меня смотрят. Куда я пошел, что я рассказал, какое событие происходит. Это интересно не только татарам, которые живут в Татарстане, это интересно всем. Даже кто не умеет по-тарски разговаривать, им интересно, что происходит вообще у Татармала и в мире Татарстана. Соответственно, я понимаю, что у меня есть внутренний такой фильтр, что, допустим, это нельзя показывать, это нельзя, это большая ответственность, если я, допустим, об этом расскажу. Я даже попадался на том, что о каких-то вещах рассказывал, и потом это против меня оборачивалось. Соответственно, теперь уже на ошибках понимаешь, что надо фильтровать. Но бывает такое расхождение, что ты чувствуешь, что твоя аудитория сейчас эту тему, это высказывание воспримет очень здорово, очень круто, но вместе с этим ты, как здравомыслящий человек, понимаешь, что это не очень хорошо. Но это не очень хорошо критиковать какого-то общественного деятеля, хотя аудитория — это, как говорится, people have it, да? Аудитория с радостью залайкает этот пост. Ну, к сожалению, я за хайпом не гонюсь, и я могу это просто с родителями, эту ситуацию обсудить, и мне будет достаточно. Окей, хорошо. Музыкальный критик. Так, а по поводу чего вообще был вопрос? Ответственность, ответственность. СМИ традиционные, у них есть лицензия, у них есть законодательство. Ну, неужели вы думаете, что я отвечу? Нет, ответственность не нужна. Это такой элементарный вопрос. Чувствуете ли вы? Конечно, конечно, это скажет абсолютно любой человек. Как это проявляется? Вот тут вы, конечно, поставили меня врасплох, потому что я об этом не думал 3 минуты, в отличие от предыдущего вопроса. Ну, вы знаете, вот честно скажу, мне кажется, каждый найдет свою аудиторию, и безответственные тоже находят свою аудиторию. Кому-то нужна такая безответственность. Знаете, 10 миллионов человек смотрит «Дом-2». Вот вы не знаете, а вот согласно произведенным исследованиям, очень много кому нужен «Дом-2». Да. А знаете, сколько человек читает бизнес-книги? Вот знаете? А знаете, сколько человек читает бизнес-онлайн? Миллион, один миллион людей в России, 0,7% жителей. Хорошо. К чему это все было? Ладно, давайте тайминг тогда, ладно. Останется три точки. Да, тайны. Мы поняли, ответственность есть, ее нужно соблюдать. Это говорят нам ответственные блогеры. Хорошо. Есть еще одна тема. Ну, тут прозвучало утверждение, что мы должны говорить с аудиторией на одном языке и говорить про простые темы, которые близки этой аудитории. У нас здесь с нами находится Анастасия Аксенова, основатель интернет-журнала «Подростках. Фракция». Да, очень приятно. Анастасия, можно микрофон, пожалуйста, где-то вон поблизости. Анастасия, фракция сегодня объявила о сворачивании. Вчера. Вчера. Вы закрылись насовсем или это ребрендинг, или что? Ну, мы не закрылись, мы заморозились до неопределенного времени. И это я сейчас все к чему говорю. Вот фракция поднимала очень актуальные темы для молодежи, в том числе. Для подростков. Для подростков. В том числе была тема мастурбации, да? Это факт. Факт. Что делали мы? Была статья на тему про мастурбацию. Вы сейчас скажете, что это не так, вы поставите меня в неловкое положение, как будто я где-то это нашел и приписал это фракции. Я так понимаю, что выбрали нас за громкий заголовок. Нет, это просто была тема, посвященная сексуальному образованию. Ну, такая очень корректно написанная вместе с врачами. Та информация, которую дети в любом случае ищут, но это просто не травмирующий формат был. Так вот, история вот в чем. Мы говорим о том, что мы должны говорить на одном языке с аудиторией, и тут издание, которое говорило на одном языке с аудиторией, закрывается. Как связано? Нет, никак не связано. Это просто у нас, как у агентства, сменился фокус внимания. Организационные моменты. Все понятно. Спасибо. Давайте к голосованию теперь идем, посмотрим, что у нас есть на экране, за кем у нас следят больше всего, кто у нас вылез в топ. Там громкий рыбарь. Ну, конечно, да. Конечно. Тимур всех подкупил. Так, вот, отлично, супер. Дусь у нас примерно на втором месте, да. Кто может пояснить, почему? Почему вы смотрите Дудя? А, вот, сравнялся. Хорошо. Хорошо. Ребята, поклонники Юрия, почему вам это интересно? Непонятно, никому не интересно. Хорошо, ладно, перейдем к следующим персонажам. Данила Поперечный. Ах, вот, подождите, сейчас мы пока до Данила доберемся. Почему вам интересен Мунир Рахмаев? Он, да, он довольно часто упоминался. Кто проголосовал за Мунир Рахмаева? Слушайте, нужно будет... Где? Слушайте, в следующий раз нужно будет таких голосований делать неанонимные, а с подвиси, чтобы мы точно могли потом идентифицировать тех, кто проголосовал. Так, ну ладно, кто готов рассказать свое мнение и объяснить, почему? Вот там девушка поднимала руку на... Про Даниле Поперечного, да? При вопросе, когда мы говорили про Данилу. Так, ну что, почему вы за ним следите? Почему он вам интересен? Вообще, мнение Поперечного, ну, сами стендапы и так далее, потому что он поднимает очень актуальные темы. Он какие-то вещи, серьезно волнующие общество, переворачивает в шутку и преподносит это людям, молодежи. Вот, и он может говорить на какие-то темы, которые могут табуироваться у нас. А вы всегда согласны с ним? Нет, я не могу всегда быть согласна с кем-либо вообще в целом, потому что у меня, в принципе, свое мнение есть на многие вещи. Вот, но в большинстве, что говорит Поперечный, и люди, которых я смотрю, я согласна с ними. То есть вас... Мы сейчас нужно просто сделать вывод, да? Вас привлекает то, что это похоже, так, схоже с вашей точкой зрения, или потому что это люди, которые... Этот человек, да, который поднимает острые проблемы? Что первично? Он поднимает острые проблемы, высказывает свое мнение, насчет них, которые схожи с моим. Окей, хорошо. Так, ну и еще. А есть вопрос про Данила Поперечного. Вот у него зачастую в роликах мелькает, так сказать, приспособление для курения наркотиков. То, что вам нравится этот персонаж, ведет ли вас к тому, что вы становитесь более лояльным к употреблению наркотиков? Нет, это никак не соотносится. Во-первых, я смотрю на человека, на его мысли, и, во-вторых, это все является в основном шуткой, то есть он не пропагандирует это все, а как бы просто использует это. Хорошо. Тимур, спасибо тебе большое, потому что ты вот сейчас нас плавно подвел к нашему третьему блоку. Давайте, да, смена, change. Спасибо большое нашим экспертам, нашим спикерам. И мы подходим к третьему блоку. Третий блок будет, ну, еще более дискуссионный. Если первые два мы говорили про СМИ, спорили о том, что такое СМИ, какой должен быть контент, и все это учитывали для нашего будущего проекта, надеемся, что он будет реализован, то сейчас третий блок вопросов, ну, он будет гораздо, еще более дискуссионный, скажем так. Мы приглашаем наших спикеров. Директор, министр по делам молодежи Республики Тарстан Дамир Идусович Фатахов. Вот теперь директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Григорьевич Толчинский. И Ярослав Муравьев, медиа-менеджер. Добро пожаловать. Мы сейчас выведем на экран голосование на тему, нужно ли фильтровать контент или нет. Ну, кто должен фильтровать? Мы говорим про исполнительные органы власти, да? И какой контент? Ну, здесь, я думаю, что несколько имен дадут нам четкое понимание, о чем мы будем говорить. Icepeak, Husky, Oxymiron и прочее. Сюда же мы записываем блогеров, сюда же, может быть, мы записываем Данилу Поперечного, да, у которой тоже были проблемы. Ну и, то есть, есть понимание, да? Когда мы говорим о Husky и о Icepeak, понимаете, о каких клипах идет речь, да, запрещенные? Мы тут вначале, вы попросили посмотреть обязательно это. Да, вы очень хотите это посмотреть. Я предполагаю, просто вы хотите, вам будет радостно посмотреть эти клипы в присутствии министра и директора, да? Ну, давайте, есть возможность, да, сейчас глянуть эти... Один, да? Выбирайте, кто? Husky? Husky? Давайте, давайте попробуем разобрать это. Вкратце глянем для тех, кто не видел. Ребята, честно, поднимите руки, кто еще не видел. Ага, ага, хорошо. Ну, в общем, смотрите, история примерно такая, да, пропаганда, ну, в данном случае, например, наркотиков, поэтому нужно запретить выступление, запретить клип, он, кстати, запрещен, да, то есть он забанен, ну, как мы видим, мы его без труда нашли. Вопрос о том, как это банится. Да, кстати, обратили внимание, что было вот в виде этих наркотиков? Чай. Это было не чай, ребят, это были видеопленка, да, перемолотая видеопленка, поэтому, если есть специалисты по художественной составляющей, по высказыванию автора, художника, ну, это тема для отдельной встречи. Вопрос, да, к вам остается, фильтровать или не фильтровать такой контент, искусственно, да, исполнительным органам власти. Ну, и вопрос нашим спикерам. Стоит ли заполнять информационное поле позитивным контентом? Давайте мы, Дамир Идущич, начнем с вас. Стоит ли заполнять информационное поле позитивным контентом или же нужно фильтровать? Добрый вечер еще раз. Я имел возможность, мне этот вопрос уже задавали, в том или ином формате публично на него отвечать. Делать можно все, что угодно, и запрещать, и не запрещать. Вопрос, для чего? Вопрос эффективности и какую цель мы хотим достичь. Моя личная позиция, что эффективность у такого формата диалога, так скажем, с этими группами, исполнителями, не совсем перспективной. Бессмысленно что-либо запрещать с точки зрения того, что, если мы хотим, чтобы молодежь, дети, подростки не смотрели или отписались быстро и так далее, этим, по большому счету, еще больше вызывает интерес все то, что и запрещено, и все вокруг чего столько суеты создается. Меня больше интересует вопрос такой некой причинно-следственной связи, почему такой контент интересен, почему он вызывает интерес, почему на эти концерты ходят подростки и что в этот момент ими движет. это намного глубже вопрос, нежели просто запретить или не запретить. Это же в любом случае, когда вы задаете вопрос позитивный или не позитивный контент, еще раз, отвечая на первый вопрос, я считаю, что запретами эта задача не решится. Другой вопрос, что, безусловно, очень важно, чтобы у этих молодых людей, как мы сегодня в начале уже нашей встречи говорили, была разная повестка, иметь возможность видеть, смотреть разный контент, качественный, такой же востребованный с точки зрения формата, может быть, с точки зрения доступа этой информации, посыла, то, как он у них оказался, от кого он у них оказался, у каких-то авторитетных людей в их понимании. Поэтому, безусловно, очень важно, чтобы контент был разный, у каждого свои жизненные ценности, позиции, ценностные ориентиры. Мне лично, еще раз, я опять же об этом говорил, кто-то, может быть, что-то видел, читал, мне лично, безусловно, не хотелось бы, чтобы мои дети смотрели или интересовались таким контентом, но я абсолютно точно понимаю, что я не могу им этого сделать, запретить, как бы я не топал ножками, не стучал ручками и так далее, они сделают свой выбор. Вопрос уровня критического мышления у детей и что формирует этот навык критического мышления, он меня больше беспокоит. И что мы можем сделать для того, чтобы молодой человек, подросток, видя тот или иной контент или, если он будет кем-то рекомендован в его понимании авторитетом для него человека, имел возможность, силу, какой-то внутренний стержень для того, чтобы как минимум сформировать свою точку зрения, а что для этого нужно, вот это, безусловно, большой вопрос. Семья, воспитание, отдельный немаловажный, немаловажная сторона этого вопроса, та среда, в которой он общается и та информация, которую он получает оттуда же и из сети. Насколько оно соответствует нашим ценностным ориентирам, это уже другой вопрос. Но, отвечая на, должен ли быть позитивный, в моем понимании, все то, что я аккуратно в этом смысле говорю, потому что Ксения сегодня уже начала изначально с первого же вопроса, как ей показалось некорректно, с вами сформулировано, что такое молодежь, что такое молодежные СМИ, а что такое и так далее. Чтобы вот в эти вопросы сейчас не тонуть, с моей точки зрения, безусловно, исходя из моих каких-то жизненных целей, позитивный контент нужен, ответ на простое, что такое хорошо, что такое плохо, честно, порядочно, подло. Мне бы, безусловно, хотелось, чтобы вот на эти вопросы ответы были и через другой контент более позитивный. Спасибо. Ну, кстати, я думаю, вопрос Ксении на наш вопрос, это и был ответ. Сейчас немножко сложно, да? Но, тем не менее, то есть, ваш вопрос, он отражает действительность, да, то есть, нужно дать определение. Леонид Григорьевич, вам вопрос. Значит, по поводу, давайте так, из двух частей, пускай будете стоять. По поводу запретов. Запреты помогут, фильтровать, не фильтровать. И второй вопрос вам, как директору Высшей школы журналистики. Если я ошибаюсь, поправьте меня, но вроде как негативный контент, кровь, насилие, секс, наркотики – это темы, которые с точки зрения журналистики, ну, очень нехорошо продаваемы. Получится ли позитивному контенту победить негативный? Значит так, если позвольте, я листочек не зря взял, я не злопамятный, я записываю просто. Поэтому кое-что записал. И поэтому начну с того, что тут прозвучало, и мне хотелось бы несколько фраз по поводу этого произнести. По поводу SMM-контента, проекта, который вначале презентовали в самом, там, мне кажется, очень много того, что повторяет существующие сегодня возможности площадки, которые дает, в частности, штаб, высшая школа журналистики. А вот идея медиаковоркинга мне очень понравилась. Вот это как раз один из ответственных вопросов, что можно делать реально эффективно для того, чтобы заполнять молодежным, реальным молодежью создаваемым контентом медиапространство. Это интересная идея. Google Plus вообще-то закрыт. Но лезть туда нет смысла. А вот что касается журналистов, не берем. Я все время с большим интересом шел сюда работать в свое время. Все говорят, мы журналистов принципиально не берем. И у всех работают выпускники журфака. Значит, 80% трудоустройства, 20% это те, кто в магистратуру пошел или уехал к себе на родину, в зарубежные страны. Надо тут и работодателям задавать себе вопрос. А что вы им сегодня там предлагаете? Они очень часто, они с первого курса начинают выбирать. Без рекламы, но все-таки на заводное издание. Бизнес онлайн, который начинает лучих отлавливать на первом курсе, тоже очень критично относится к тому, как и что делается, как идет подготовка. Знаете, этих лучих отлавливает, работает с ними целенаправленно, поддерживая их в том числе и фундаментальное образование, и грамотность, чтобы они выдерживали все, чтобы это было. И лучих в четвертом курсе разбирают. Либо они начинают свои проекты создавать. Поэтому очень часто, к сожалению, к ряду работодателей приходят не лучи уже, а те, кто остался. Ну и, наверное, вы их не берете и, может быть, даже правильно делаете. Ну и еще один момент. На 20 тысяч они уже не идут. Они в год за образование платят 140. Они идут, знаете, эффективное образование то, стоимость которого можно отбить за один год эффективной, качественной работы. Сегодня у них предложения на рынке есть хорошие. И, увы, часто не в Казани. Это тоже надо иметь нам в сотрудничестве с работодателями. И работодателям надо понимать, что картина изменилась. Сегодня нельзя прийти на журфак и по щелчку сказать, а дайте нам пять человек, тут они немножко попрыгают, мы их поучим, через колено под свои стандарты поломаем. И вот дальше будем делать хорошее издание и ходить всем говорить о том, что только благодаря нам журналистика настоящая уцелела. Не бывает сегодня уже так. Все по-другому. Но это долгая и отдельная дискуссия. Теперь, что касается запретов, не запретов. Вот министр уже все сказал, абсолютно верно. Я поддерживаю. А как можно что запретить? Сегодня даже мы в ходе дискуссии несколько раз упоминали телеграмм, который на самом деле вроде как запрещен. Но он не только живее всех живых. Это просто показатель неэффективности любого запрета сегодня. И с точки зрения технологии, ну и с точки зрения возможностей достучаться до того или иного контента, даже не технологическими путями. Это вот один вопрос. Во-вторых, иногда, знаете, то есть тут было все сказано, что это невозможно, это неправильно, это вызывает лишний интерес. Вот Айзер Пикс, что-то там, вот эту группу, которую я вообще не знал, что такая есть. Я же не молодой, как там кто-то написал сегодня. Вообще уже почти труп. Значит, а не знаю, теперь знаю, благодаря запрету. И знают многие, в том числе и молодые, которые не являлись никогда фанатами этого всего и никогда вообще в природе своей не подозревали, что существует нечто похожее. Если не ошибаюсь, называется эффект стрейзант. Лучший запрет вообще, лучший запрет это разрешить. Если хочешь дискредитировать, разреши. Группа, у которой рифма строится площадь-жилл-площадь, она через год, ну, сейчас же медийное пространство не только всеядно, там очень недолго живет. У нас много таких, да. Вот монеточку вспомните, да, еще недавно мне показывали, ой, монеты, как здорово. Все, что-то я сейчас не наблюдаю особенно, да, потихонечку уходит. Хотя ничего вроде, это не азер. Вот видите, из моего уже выпало. Ну, видите, ну, я поинтересовался и ушел. Кто-то так же из молодых поинтересовался и ушел. В жизни я всех живу. Там же есть движение постоянно, есть большой информационный приток нового, нового, нового. И на здоровье пусть будет. Другое дело, что надо позитив, но позитив не принципиально поставить, а давайте мы сейчас договоримся с вами, друзья, и завтрашнего, ну, вот прямо со следующего часа начнем делать позитив на информационном пространстве. Во-первых, мы переругаемся по поводу того, что такое позитив, вот, и не договоримся никогда, потому что позитив для молодого военнослужащего, позитив для студента университета и позитив для сельского парня, это немножко разные категории, опять же. Я вот опять повторяюсь со своей мыслью, что все-таки надо это все учитывать. Многообразие того, что мы под термином молодежь подразумеваем. А во-вторых, надо просто более активно идти, вот, создавая не позитив скорее, а востребованный, интересный, где они сами привнесут потом. Плюс журналисты, хорошие, плохие, донесут что-то еще. Создавать новые, новые площадки для того, ну, те площадки, которыми они пользуются. Правильно говорите? Ну, нет их в Фейсбуке сегодня, да? А в ТикТоке есть. А в стриминг, это вот их площадка. Смотрите, тот, что имя нельзя произносить, ходит сейчас на стриминге, да? Вот. А, кстати, смотрите, что с ним случилось. Как только перестали прессовать, как-то от него и народ стал отворачиваться потихоньку. Как-то вот так вот, да, вроде что-то не то. Не значит, что он там потерял какие-то проценты или что-то набрал. Ну, ничего страшного. А, все задумались. Вспомни, забыли просто. Я же шучу, у вас чувство мемород нормально все? Нет. Ага, ладно, тогда я буду конкретно расшифровывать анекдоты. Леонид Григорьевич, давайте мы сейчас подытожим. Опять же, рыночные должны быть условия, и все должно, не должно контролироваться. Нет, оно должно контролироваться. Есть вещи, категорически запрещенные в этой стране и запрещенные каким-то мировыми конвенциями, соглашениями. Ну, пропаганда фашизма, извините, педофилии, вот каких-то вещей. Ну, кстати, не забывайте, что и сами социальные сети, сами вот команды, которые предоставляют площадки для размещения такого рода контента, сегодня все больше вооружаются собственными зондеркомандами, которые пропахивают контент и максимально удаляют все то, что так или иначе наносит ущерб нашему общественному, скажем, спокойствию. Без всякого там дополнительного, без всяких дополнительных мер по ограничению. Но есть вещи, которые, да, их надо, ну, понят, пропаганда фашизма, наверное, надо ее всеми доступными средствами блокировать. В остальном, ну, надо чуть спокойнее к этому быть. Есть болезни роста, люди растут, они должны пройти через это. Они должны это послушать. Другое дело, вот вы правильно говорите, какие другие ценности мы еще удовольствуем, а на доступных им площадках им предложим, которые смогут перехватить их внимание и забрать инициативу. Воспитание в семье, да? Очень важно. Ну и в семье тоже. Хорошо, спасибо большое. Ничего я долго говорил, но за то же аплодисменты заслужил ваши. Ярослав Муравьев, вам вопрос о фильтровании медиа-контента исполнительной властью, ну и властью вообще. Должно ли существовать или нет? Сначала я хочу вспомнить историку в 12-летней давности, когда первый раз пришел Клянин Григорьевич, он возглавлял Татарин Форум, что-то прям с утра было, и он мне рассказывал, слушай, знаешь, такая история была интересная, помните, не помните, я часто пересказываю. Только что сейчас рассказывал с вами, то ли программист, айтишник какой-то, вот мы там сейчас настраиваем то это, вот он мне это настроил, то настроил, вроде все нормально работает, и вы ему задаете вопрос, что, слушай, а как сделать, чтобы у меня посещалка была хорошая? И он говорит, простую фразу, новости хорошие пишите. Это на самом деле вы мне об этом рассказали, вот, поэтому, ну, так вспоминаю. Что касается вообще фильтрации, нефильтрации, а на самом деле надо понять, что мы входим немножко в другой цивилизационный этап, что такое вообще СМИ, распространение информации, всегда это было по реалитетам элиты. Сначала это было властной элитой, мы это доносили через глашатых, не мы, власть доносила через глашатых, и имела только на это право. Следующая история была, появилась еще какая-то элита, которая смогла создавать СМИ, газеты, и через это транслировать информацию. Но всегда это была элитарная история, то есть история с дистрибьюцией информации всегда относилась к элите. Сейчас мы выходим в этап, когда изначально появились лидеры мнений, которые стали высказывать мнения в отношении информации, распространяемой элиты, а сейчас мы вошли в этап, когда не надо быть элитой, чтобы иметь возможность распространять информацию. Элите это не нравится, власти это не нравится. То есть на самом деле это не нравится, как раз это проблема роста, но думать о власти как о единственном источнике правды и элите как о единственном источнике распространения информации тоже неправильно, поэтому я думаю, что мы некоторое время еще поизучаем этот вопрос, но вопрос к фильтрации наверное сюда. Да, власти нужно фильтровать информацию, да, элите нужно фильтровать информацию. Нужно ли нам это как пользователям? Но этот вопрос к нам я думаю, что нет. Что касается истории с запрещением творчества или всего остального, ну любое творчество это самовыражение и к сожалению мы сейчас находимся в двух каких-то дементральных предложениях. С одной стороны нам предлагают какой-то такой безумный любовь к родине и к всему происходящему, при этом мы с гордостью должны стоять на колени и известно, что в рту держать. А с другой стороны к сожалению у нас нет этого hanger. С другой стороны да, если мы говорим о пропаганде самоубийства возможно, что в сложившейся системе другого способа самовыражения нет. И нужно подумать почему же в современном обществе нет другого способа к самовыражению. То есть да мы можем сделать что-то с собой и тогда хотя бы нас увидят. И этот вопрос нужно задать. То есть если у молодого поколения творческого поколения нет другого способа к самовыражению кроме как встать на колени и хвалить ну значит эта проблема существующая и как раз таки отрезка времени я уверен что ну мы скоро отойдем от крайности но потому что если мы дальше будем жить таких крайностях сожалению никакое министерство никакие фильтры нам не поможет фильтровать информацию это не значит фильтровать мозги хорошо тогда еще один на уже более прикладной наверно вопрос и такой бытовой с которым я думаю многие родители сталкиваются мама или папа вдруг замечает что ребенок у них подсел на творчество ну давайте раз видели клип клип хаски пускай на творчество хаски понятно что люди образованные поймут эпитет вот того что происходило с нарезанной пленкой да ну типа ну но мы поняли наверное о чем речь на что это наш наркотик да вот информация это наркотик который нас может одурманить маленький ребенок не всегда это может понять что делал я ребенку 12 лет я не вижу честно скажу то есть я считаю что находится достаточно нормальной среде если что-то и с ним может случиться неплохое по формирующую его психику это зависит от меня они от того контента если условно говоря я его все равно я не ограничивал контент единственное пытаюсь на после 10 телефон заброшу ночью не сидел то есть это принципе у нас были с ним очень интересный разговор который меня удивили они были в преддверии а после выборов как раз президента мы чё с ним едем машине он такой говорит слушай а чё ты этого грудинин так заклевали ну как так сказал а почему так много там плохого говорят про грудинина и вообще не думал что на эту тему думают на брюсуши ну задача так а потом суши а почему вообще-то навального не пустили на выбор 12 лет человеку а ты понимаешь сейчас смотрю так интересно рассказывать в принципе я удивился для себя выводы сделал но с другой стороны ну и пока ему про вокруг него достаточно комфортная обстановка принципе ему чем заняться и в принципе он получает у наверно достаточное количество там позитивной энергии все будет хорошо если они будут давать то наверное неважно будет или не будет вокруг него там негативно надо понять какую я музыку молодостью с вопросами отец садился машину и говорил что это за хрень вообще выключи ты умрешь кого отец мне не как какую слушать от гражданская обороны все понятно по силу отдыхать и мне все говорили ну ты дебил очень конченый как эти можно жить к сожалению что-то я не закончил жизнь самоубийством не скололся ну и в принципе я нельзя сказать что чувствую себя потеряно в жизни понятно спасибо то есть важный момент это воспитание семьи да это тоже важный фактор который мы должны отметить даже среды семья часть среды то есть к сожалению сейчас честно скажу среда не настолько распространяется во первых нет ощущения как в 90-х ощущение прорыва кто бы не ругал 90 90 было ощущение прорыва возможностей кто бы сейчас не говорил что сейчас время возможностей но наверное я там уже к своим не очень юным годам понимаю что сейчас не время возможностей и в принципе и все касается все что рассказывал про поделенной элитой не только инструменты контента да ладно сейчас хотя бы нам дали возможность распространять контент следующие у задачи будет забрать улит и все остальное спасибо телефон и постараемся удержать при себе спасибо за мнением когда мы говорим про свободу сми я думаю что издание под названием площадь свободы тоже имеет очень яркое мнение ксения да давайте про фильтрацию тоже ксения лукичева площадь свободы фильтровать или не фильтровать медиа сферу смотря что мы имеем ввиду понимаете органы власти мы говорим о запрете каких-то групп артистов и так далее это нет категорически и вам уже объяснили почему то есть я совершенно вашему не поддерживаю фактически всех кто высказался потому что это бесполезно и имеет обратный эффект и когда вы говорили про то что если маленький ребенок заинтересуется хаски нет не заинтересуется он маленький он да ну вот когда он дорастет и есть лет это маленький не 14 лет это нормальный человек уже с ним можно договориться ну вот ярослав например про своего 12-летнего сына говорил что он абсолютно адекватный нормальный человек ну маленький это я не знаю там ну семь лет восемь но хорошо тогда дети всегда разбирались сами я точно так же слушал отвратительную музыку по мнению моих родителей я фанат был панаконда на прошлый день рождения привез чисто для себя позвал своего сына послушай и он тоже фанат вей осуществлял стейдж дайвинг на концертах анакондас и краудсерфинг и я гордилась им до посинения ну то есть это абсолютно нормально и там что могут принести родители в жизни детей в плане хорошей музыки кровосток я ему принесла как 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 ну вот и матвей кстати писал он стажер на площади свободы мой сын и он писал колонку о том что где думают подростки по поводу всех этих запретов мне пришлось почистить там конечно не цензурщину но но не надо было кровосток приносить тогда бы ну конечно все остальные котики прямо все кого он слушает в общем я считаю что ограничивать людей в потреблении такой информации не стоит но с другой стороны я как человек который извините за это выражение топит за права людей за уважение к людям я не могу например адекватно реагировать когда на сайте висеру появляется заметка как взять женщину на работу и не облажаться ну то есть вот это извините я бы аккуратненько редакционно модерировала потому что но там еще была такая прекрасная цитата что ж теперь на работу брать всех женщин 35 плюс лесбиянок и child free так и они теперь рожают ни на кого пол denying ни в чем нельзя быть уверенным ну то есть это абсолютно унижающее человеческое достоинство статья них аски не айспик ни кто бы ты ни был они не уважают него не унижают человеческое достоинство они самовыражаются государства который запрещает их и люди которые говорят не надо братьарно работу они рожат-этупят они они унижают человеческая достоинства и возможно возможно я не права но мне кажется что мы как раз сейчас в россии то есть мир уже весь вошел мы тоже так ногу занесли и думаем идти не идти мы находимся на пороге того времени когда в центре будет уважение к человеку это важно и давайте сейчас уважение к человеку вы здесь упоминали что если ребенок маленький то он не заинтересуется каким-то трешем да а если ребенок взрослый на 12 14 лет значит с ним уже можно разговаривать давайте понятие треш это очень относительный примерный примерный просто маленький не поймет вот это тесто в моем понимании песни про вертухая который зарезал которого зарезали и взяли с собой консервы съели в лесу трех людей но при этом они по воровским понятиям вот это треш это про крово сток очевидно это про шансон крово стока там такая пост ирония на эту тему так вот маленький не заинтересуется со взрослым можно договориться давайте вспомним историю синикит суицидальная история ну вот здесь маленькие дети которых как бы заинтересовывали я хочу сказать что я не уверена что все было именно так да ну и вот дайте микро куда микрофончик не надо все ладно тогда ксения высказывайте за двое а в чем вопрос то был что синикит дать то есть вы хотите сказать что тема демонизированная и на самом деле это все просто раздутая проблема а я хочу сказать что если дитя решила что его никто не любит что он никому не нужен что жизнь его тлен счета и безысходность уже на старте его никто не остановит он сделает долину как бы хорошее лицо скажет мама я пошел на учебу в подъезде вздернется его не остановить все что мы можем сделать это любить своих детей и тогда никакие синие киты ничего не сделают классно спасибо спасибо да можете присаживаться давайте взглянем на голосовалку посмотрим что там вангую что нет победит не фильтровать ну да 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 конечно восемь человек кто сказал что кто за фильтрацию тем в медиа поднимите руки пожалуйста мы хотим ваше мнение услышать обязательно нет нет здесь сотрудников полиции нет и руговать ругать вас никто не будет никто на вас косо не посмотрит ну надо набор общественного обсуждения не будет пожалуйста аргументируйте кто проголосовал за и почему 8 человек мы вас видим коль мы можем посмотреть номера телефонов кто проголосовал не можем да а друзья ну серьезно кто-то может аргументировать эту позицию мы мы хотим мы хотим понять все логику ради хайпа протестное голосование да 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 хорошо давай сюда так из тех кто кто проголосовал нет кто-то понимает логику тех кто проголосовал за они еще хуже до усугубили ситуацию хорошо вот наконец-то это вы сейчас попробуйте написать тех кто говорит что за да за фильтрацию да пожалуйста я специально слушала все потому что у меня есть по каждому блоку несколько слов это очень показательная история когда люди голосуют да и не высказываются я вообще удивляюсь почему у нас в основном говорят на встрече про молодежь в основном все таки представители более старшего поколения сидит очень много молодых лиц и высказывались всего два раза но это наверное вот к тому почему мы не можем получить ответ ну как бы если бы мы больше обращали вопрос к аудитории к концу они уже раскачались и смогли наверное сказать я конечно голосовала за то чтобы не фильтровать и у меня есть на это определенные причины могу у меня есть три минуты чтобы пробежаться по всем блоком да есть время есть время но я думаю что я начну если что вы меня остановите первый блок который касался определение терминологии сми или не сми да эта история вопрос который про границы сми которые я задавала себе лет 8 назад будучи на первом курсе журфак мгу и мы тогда очень много и упорно тогда еще говорили там про блогеров и прочее остальное и это касается кадров в том числе когда мы говорим что нам нужны универсальные солдаты да скорее да если мы работаем в небольшой команде например как я сейчас работаю в казани там в творческой лаборатории угол да я например в этом случае универсальный солдат если мы работаем в большой команде то лучше мСТ специализацию здесь тоже нет универсального ответа на вопрос из про smi как таковые эта история про то что сми которые пишут про все все еще живы да но создавать новые такие Такие же СМИ, которые пишут про все, наверное, сегодня нет смысла. Нужно создавать нишевые медиа, которые пишут про что-то конкретно, но очень грамотно. В этом смысле в журналистику могут идти не люди, которые занимаются журналистикой, с которыми на самом деле очень сложно и обучать очень сложно, а люди, которые, например, знают очень четко медицину и умеют про это писать, знают что-то про машиностроение и прочее. Следующий этап — это когда мы слушали блогеров и видели, как проголосовали. Большинство проголосовало за «Вдуть» и «Громкие рыбы». Это тоже суперпоказательная история про контент и способ его потребления, потому что «Вдуть» — это видеоконтент на уровне России, «Громкие рыбы», видеоконтент на уровне, скажем так, Казани и Татарстана. И в этом смысле я очень поддерживаю Тимура, который говорит, что нужно создать YouTube-площадку и дать какие-то возможности. Не то чтобы на 100% поддерживать, потому что, мне кажется, человек, который движовый какой-то чувак, который и так понимает, как действовать, он сам найдет каналы и коммуникации. Но кому-то не хватает знаний, и в этом смысле YouTube-площадка очень сильно, мне кажется, поможет, которая будет обучать и прочее. Зря тебе не дали грант, мне кажется. Следующий вопрос, он мне еще ближе, когда мы говорим про Ispeak, Husky и всякое такое. Слушайте, я с Husky училась, например, на одном курсе, и те, кто знает творчество Husky по видеоклипам и делают вывод, что он какой-то… Не знаю, когда я, например, общаюсь с людьми, чаще всего его считают каким-то таким странным, чуть ли не подзаборным, чуть ли не алкашом, драчуном и прочее. При том, что это безумно интеллигентный человек, это его образ, это его способ самовыражения, через который он несет внимание через метафору своей идеи. Почему? Потому что без метафора в современной России, к сожалению, невозможно обойтись. И вот когда мы говорим «считает» или «не считает» человек эту метафору, вот правильно очень высказалась Ксения, что пока подросток не интересуется этими вопросами, он и не будет, скорее всего, это смотреть. Дальше про критическое мышление. Ну вот, на мой взгляд, как раз творчество Димы Кузнецова, то есть Husky — это и есть критическое мышление. Про воспитание тоже много вопросов. То есть мы, понятно, мы живем в Татарстане, но в целом в мире понятие нуклеарной традиционной семьи уходит. И здесь уже каждый родитель выбирает сам, о чем вы говорите своим ребенком, какую степень свободы ему давать, воспринимать женщин как что-то совершенно отдельное, типа как женщин брать на работу и не облажаться, или как там, да, таких же людей, как и все остальные. Это вопрос каждой конкретной семьи, каждой конкретной головы, потому что у всех у нас есть, да, свое мышление. Вот, в принципе, последнее про доступ и ограничения. Согласна, что ограничения — это… Почему я проголосовала? Нет, да, как раз финальный вопрос. Очень здорово, что вы его задали. Согласна с теми спикерами, которые высказывали, что ограничения, ну, грубо говоря, зло, потому что молодежь, и особенно подростки, и особенно современные подростки, они все равно найдут способы, как этот контент найти, поверите мне. Просто они будут делать это скрытно, да, а способ разрешить — это иногда как раз возможность дать человеку свободу, и тогда он будет видеть все, будет возможность выбирать. И это самое правильное. Тогда сможет появиться критическое мышление. Не когда он будет видеть одну картинку, да, такого в современном мире не будет, а когда у него есть плюрализм мнений. Спасибо. Спасибо большое. Угол. Как вас зовут еще раз, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Альбина Закирулина. Да, Альбина, спасибо большое за мнение. Было здорово, мощно. Друзья, если еще кто-то все-таки созрел и хочет объяснить, почему, да? Не созрели. Ладно, спасибо большое. Надеюсь, что сегодня у нас появилось огромное количество пищи для размышлений. Мы проанализировали что-то для self-made media. Учтем это все обязательно. Кроме этого, не забывайте про сайт молодойминистерства.рф. Пишите туда свои инициативы. Давайте сейчас мы будем подводить итоги какие-то, да, этого разговора. Дамир Ильдусыч, вам слово. Главный тезис сегодняшнего общения. Я, наверное, с Альбиной соглашусь, что у меня лично, безусловно, не хватило вот этой обратной связи, о которой я вначале говорил. И я, наверное, впервые пожалел, что не вмешиваюсь так глубоко в подготовку нашей. По большому счету, вряд ли я могу себя отделить, не имея права, да, от этой встречи. Но мне так же, вот так же голодно было сегодня до вот этих глаз, которые, как мне кажется, точно хотят что-то и хотели что-то сказать, а выступали, по большому счету, известные дяденьки с известной позицией. И вряд ли, да, и тетеньки, прошу прощения, и девушки с известной позицией, вряд ли мы что-то новое сказали, тут как-то себя по-другому спозиционировали. Мне, конечно, вот этого не хватило, поэтому если что-то есть, хоть и времени уже, так скажем, по регламенту мы выбрали, я бы, конечно, с удовольствием все-таки еще дал возможность сказать, высказаться всем тем, кто хочет высказаться. Вот так же емко, наверное, как Альбина высказалась, прежде чем мы попрощаемся или там сделаем какие-то выводы. Пожалуйста. Я сейчас, скорее всего, скажу позицию многих своих знакомых, друзей, которые в медиа тоже уже, так скажем, не первый год, которые пришли на журфак, в принципе, в КФУ, потому что сейчас ни для кого, я думаю, не секрет, что многие люди, идущие в медиа, они не связаны с журфаком. И зачастую процентное соотношение во многих редакциях где-то 50 на 50, те, кто оканчивали журфак, а кто не оканчивал. И, конечно, мы можем говорить о том, что не хватает кадров, но в то же время я, наблюдая, смотря на людей, которые довольно-таки профессиональные, я смотрю, куда они уходят. Зачастую они попросту уезжают из Казани. Почему? Потому что писать только о кафешках, о том, что происходит в Казани, такой городской лайфстайл а-ля The Village, многим попросту скучно. Получается у нас два издания, которые определенного формата, и я думаю, навряд ли даже скажут, чем они отличаются друг от друга. И получается как раз-таки традиционные СМИ, в которых полно канцеляритов, которые, в принципе, молодежи работать не идет. И в итоге у нас получается формат. Либо ты пишешь и рассказываешь о том, что происходит в Казани в каком-то одном формате, либо ты уезжаешь из нее. Вот еще третья СМИ, можно сказать, которая, да. Я просто работаю полтора года в Казани с очень многими медиа, и вот это, наверное, показатель, то, что вы говорите, это всегда показатель того, как вы живете. Если вы говорите про два издания, скорее всего, вы их и читаете, и ваших знакомых, как вы сказали, да? Ну, это нормально. Ну, окей, потому что здесь сложно назвать людей, которые друг друга не знают, и издания-то уж тем более, да? Вот, но я к тому, что все-таки можно найти для себя, если вы хотите писать не про город, а про что-то другое, ну, такие издания есть. Окей, окей, здесь, и я прошу, чтобы сейчас даже не для комментариев, а имели возможность люди высказаться, и пожалуйста. Ну, кстати, это действительно серьезное замечание, потому что рынок медиа… Леонид Григорьевич, дадим выступить людям, пожалуйста. Мы с вами выступали сегодня, в том числе весь везде речи. Рынок медиа, в том числе, крайне узкий, если мы будем сравнивать с другими регионами, это тоже проблема. Да, абсолютно точно. Потому что мы теряем, вот о чем говорил сейчас человек, мы теряем яркие, хорошие, светлые головы, которые на определенном этапе покидают республику. Мы с этого начали сегодня с вами. Либо уходят смежные виды деятельности. С этого сегодня и начали. Порог перехода журналистов, медийщиков, скажем, в IT сегодня очень низкий. Они перемещаются в другие сферы деятельности и тоже уезжают, кстати. Вот у нас с вами есть серьезные возможности изменить это больше, чем у многих здесь сидящих, в том числе. Поэтому это наш с вами, в том числе, разговор друг к другу. Пожалуйста, Галина. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна Митрошина. Я редактор и режиссер подростковой телепрограммы «Тин-клуб». Мы транслируемся в данный момент, уже второй год, на телеканале «Универ-ТВ». Я позволю высказать мое скромное мнение, вот как раз на тему позитива и негатива. Здесь много, прозвучало много мнений. Я по долгу своей работы, поскольку я редактор подростковой телепрограммы, я, естественно, интересуюсь СМИ, в основном, конечно, в интернете, новости смотрю. И вот я обратила внимание, то есть я всегда обращаю внимание на новости о детях, о подростках, о школьниках. Естественно, что-то, может быть, мы в свою копилочку, там какая-то тема мы с детьми осветим. И вот обратила внимание, ну, на тех же вот сайтах новостных. Новости, если есть о подростках в масштабах страны, они в основном либо скандальные, либо негативные. Подросток в Керчи расстрелял своих сокурсников, кто-то, значит, мальчик с девочкой взялись за руки и выбросились из окна. Подросток, ну это уже довольно давнее, в Бундестаге защищал, значит, фашистских солдат и так далее. И вот я считаю, что да, нужно, нужно заполнять позитивным контентом. Вот это как в физике, понимаете, если есть вакуум, да, то он заполнится негативным. Поэтому нужно поддерживать, не расценить как рекламу. Такие программы, как наши, их крайне мало. Мы 15 лет почти существуем, нам на следующий год будет 15 лет. И все это время мы выживаем, конечно, с трудом. Но тем не менее мы с ребятами работаем. Вот вся моя команда, ну не вся, я имею в виду, вот все, кто здесь сидит, это моя команда. Поэтому я думаю, позитивным контентом заполнять надо обязательно. Ну, кто-то меня поддержит, ребята? Я хотела бы вообще тоже в общем о данном собрании поговорить. Насчет запретов. Это, правда, очень глупая идея. Допустим, тот же самый синий кит, о котором все болтали одно время и забыли. До этого я еще не знала, что это такое. И потом только из того, что это захайпилось везде, появилось, и только поэтому. Следовательно, запрещать что-то — это глупая идея, как многие здесь уже и говорили. Что еще? Есть что-то еще, что еще не озвучили? С запретами понятно. Про синяки тут сказали. А по факту, сколько вообще зарегистрировано смертей именно из-за синего кита? Никто не знает этого, потому что их крайне мало на самом деле. И больше это растиражировалось, как негативная новость, которая подстегивала людей читать, читать. Они читали, смотрели это. Многие люди, взрослые, пугались, потому что боялись за своих детей. Запрещали, запрещали, поэтому дети интересовались. Хорошо, понятно, спасибо. Да, джентльмин, пожалуйста, вам. К слову о том, что, как это правильно выразиться, о подростках. То, что в новостях пишут, то, что они там совершают что-то плохое, самоубиваются или просто убивают людей. Дело в том, что, на мой взгляд, современные журналисты не хотят слушать мнение подрастающего поколения в принципе. Ну, я не знаю, на каких основаниях, но из-за этого, из-за того, что нам не дают высказываться старшее поколение, получается так, что в новостях в главном случае фигурируют только негативные новости. Журналисты какие? Ну, это я, наверное, больше касаюсь классической формы СМИ, не молодежной. Хороший вопрос. Но все равно… Нет, если у вас есть что сказать, откройте свой подкаст. Просто недорого, да. Давайте участвуйте в стримингах, свой там запозит. Я вот все время повторяю эти новые формы, которые крайне дешевые, если вообще не бесплатные очень часто, очень популярные. Вы быстро перещеголяйте нас всех вместе взятых по количеству слушателей. И пользователей ваших информационных услуг в данном случае уже. Мы еще платить вам за это будем. Это платные ведь очень часто. Прислушайтесь, это очень классный совет. А как вас зовут, скажите, пожалуйста. Павел. Павел, приходите в журнал «Тинс Раша», мы вас выслушаем, опубликуем все ваши мнения. Вот, на самом деле есть… Ну, то есть это понятно, что подростки формулируют немножко наивно, но в этом есть суперрациональное зерно. Когда, по-моему, русский репортер писал про казанских подростков, не помню, кто-то из моих коллег попросил меня помочь найти в Казани ребят, и у них были четкие запросы, чтобы они читали, интересовались Навальным и прочее, прочее. То есть это был не просто срез любых подростков, а с конкретными запросами. Поэтому ты правильные вещи говоришь, нас не хотят слушать такими, как есть, когда ты сказал. Это все-таки… Ну, есть такая проблема, действительно. Спасибо. Спасибо. Юрослава Муравьева тоже есть еще под дополнением. На самом деле, вот Леонид Григорьевич говорит, что есть такая дискуссия между журналистами и СМИ. На самом деле, надо признать, что рынок в целом СМИ достаточно узкий в республике. И этому есть несколько причин. Как бы есть же две плоскости. Одна плоскость коммерческая, то есть сколько есть денег в среде, вторая с плоскостью там… Ну, она связана немножко, это потребители сколько. У Леони Григорьевич правильно сказал, что есть регионы, где СМИ много, и они там очень сильно развиты. Это в основном регионы с достаточно высокой конкуренцией, как межотраслевой, то есть когда есть несколько крупных холдингов, даже… И каждый содержит, и за счет этой борьбы между ними развивается СМИ, и появляется конкуренция, и на, скажем так, поле боя, на котором воспитываются журналисты, республика замечательная, она стабильная, ее вектор развития такой достаточно однородный, и как раз отсутствие этой конкуренции приводит к тому, что в принципе нет привычки решать вопросы публично. СМИ как раз это один из инструментов. Поэтому, ну, с одной стороны, можем гордиться своей стабильностью, а с другой стороны, из-за отсутствия конкуренции, из-за отсутствия, ну, скажем так, некоторых процессов, вряд ли мы сейчас получим вот эту почву для развития СМИ. То есть, и надо это принимать, денег не так много в интернете, потому что никто их сюда не несет, потому что их не нужно сюда нести. Второе, и СМИ не сильно развиваются и появляются, потому что, ну, тоже, заказчиков со стороны элитарной не так много, а со стороны потребителя, ну, честно скажу, вообще специфика жителей республики не сильно очень погружение в процессы. То есть, нет заинтересованности, потому что, в принципе, он просто занимается своим делом. Поэтому вот это, наверное, основная проблема развития как раз-таки индустрии. Глубокомысленно. Спасибо за мнение, Дамир Идущич. Ну, видимо, завершено. Или еще? Давайте, пожалуйста. Я хотела просто сказать. Мы все говорили про запреты, и тут вскользь упоминалась тема, но не совсем вроде явно, тема табуирования, то есть просто не обговаривание некоторых тем в СМИ, в интернете и так далее. Темы, которые должны вроде как быть обговорены в обществе и так далее. То же самое сексуальное образование, которое тут проскальзывало. Мне кажется, это тоже важная вещь, которую тоже нужно как бы вынести. Ну, а скорее это борется с обществом, скорее. Здесь это, наверное, не власть. Ну, ладно, ребят, давайте. Мы можем каждый вопрос обсуждать очень много и дискуссионно. Давайте завершать. Ну, давайте попробуем завершать. Ну, во-первых, спасибо всем, что… всем тем, кто принял участие. У меня постоянный вопрос к целевой аудитории. Все ли, кто хотел и кто мог бы на эту тему поговорить, были сегодня здесь с нами? Думаю, что не все. Ну, ничего страшного, мы не заканчиваем этой встречей. Говорить об этом, стараться получать обратную связь. При этом у меня траектория даже какого-то собственного видения сегодняшней встречи, мягко скажем, в процессе очень серьезно менялась, изменялась. Ожидания были одни. Получилось по-другому, но это ни хуже, ни лучше. Появились новые и другие мысли на те вопросы, которые в том числе сегодня поднимались. При этом, наверное, красной линией, я с вашего разрешения какой-то для себя вывод сделаю для нас, да, для команды. В любом случае красной линией сегодня звучало, я даже не в порядке приоритетов, а то, что услышал. Это уровень подготовки тех людей, которые приходят в журналистику, в СМИ. Среда, в которой эти люди имеют возможность появляться, расти, заинтересовываться. Это большой заинтересовываться темой и той профессией, о которой мы сегодня говорили. Это, безусловно, тема абсолютно точно актуальная, важная. И я позволю себе сказать, что мы должны в том или ином формате, сегодня это звучали, различного форма гранты, различного рода какие-то, по старинке говорить, семинары, но создать ту среду, в которой молодые люди, благодаря наставникам, экспертам, и вообще в любом случае по большому, очень простому, но очень эффективному процессу обучения начинают получать навыки, которые вам дальше непосредственно в ваших изданиях очень нужны. И вам не нужно тратить полгода, год на то, чтобы с нуля готовить специалиста, под себя его подстраивать, не под себя, Олег Григорьевич, на самом деле это не важно. Все равно коллеги сегодня говорили о каких-то очень базовых навыках, с которых нужно стартануть и уже проще, чем начать элементарными вещами обучать этих молодых ребят. Вот такую задачу я для себя и для нас услышал. Мы обязательно посоветуемся и подумаем, в какой форме мы обязаны начать создавать вот эти условия, вот эту среду, где журналисты будут не только в Алтан-Калям участвовать, а иметь разную палитру входа в профессию и вообще заинтересованность этой профессии. И второй момент. Я думаю, что в любом случае, так или иначе, сегодня ответы были, что палитра СМИ необходима, палитра различных медиа с разной позицией, с разным мнением, с разной повесткой, с разным контентом. Но так или иначе, все говорили о том, что качество этого контента и конкурентноспособность этого продукта, безусловно, зависит от вот этой формата актуальности, востребованности, интереса. И вот что с этим опять же делать, опять возвращаться к истории обучения и создавать условия, где люди заранее в школе, в институте, в подростковом возрасте, в сети подростковых клубов начинают знакомиться с профессией журналистики. Как брать интервью, как элементарно работать с людьми, у кого вы берете интервью, как писать те или иные статьи. И чуть раньше начинать в этом тоже создавать условия, а не просто, чтобы у наших подростковых клуб были кружки макраме или вот те направления деятельности, которые, наверное, интересны, но не совсем актуальны сейчас. Эту историю пересмотреть я вот себе эти вещи пометил, опять же, с точки зрения вот этой профессии. При этом я хоть и вначале задал вопрос, может быть и Альбина права, они так раскачаны, и есть ребятам что сказать, но они не хотят пока говорить, потому что взрослые дядьки задали вот такой формат, в котором говорить не хочется. Я рассчитываю, что это так. Так все равно хоть и неприятно, но это хоть как-то с какой-то перспективой для себя, что есть что сказать. Хуже, если что сказать было нечего с точки зрения, а вам достаточно палитры СМИ или медиа или других инструментов для получения информации, вам достаточно для того, чтобы свой голод удовлетворить в получении информации, чтобы сформулировать свою точку зрения какую-то. Вот этого мне немножечко не хватило в каком-то таком даже дискуссионном, наверное, формате с имеющимися здесь, присутствующими, точнее коллеги, с имеющимися на рынке нашими СМИ. Сегодня Энтер в хорошем смысле слова хайпанул на нашей пресс-службе и отдельное тоже спасибо за это. Это важное замечание, важное обращение к нам. Абсолютно точно мне хотелось бы чуть более конкретного ответа на мой вопрос, а что вам нужно. Вы ограничились тем, что не нужно делать, и за это спасибо. Я думаю, что у нас есть возможность подискутировать на эту тему, поговорить в таком хорошем формате. Мы открыты, и я лично с удовольствием с вами продолжил бы эту беседу, потому что мы заинтересованы. Никто не защищен от ошибок, от каких-то личностного фактора. И другой вопрос хуже, если это будет повторяться после того, как мы с вами это обсудили, и мы не сделали никаких выводов. Спасибо большое. Абсолютно точно актуальная тема. И я думаю, что мы в том или ином формате должны будем к этому возвращаться, сделав выводы для того, чтобы и формат, и вопросы, и модерация была более острой, более актуальной для вас, в первую очередь, а не сидящих здесь коллег. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин